Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 мая 2016 года среда, по одному из старинных 23-й день и месяц. Спасибо, наречение, 7524-го лета, седмица. Грядущая власть в Отечестве. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Костычев Сергей Анатольевич. Здравия, Сергей Анатольевич. Здравия, здравия родовичей, коренных родов Отечества. Сегодня я предлагаю поговорить о грядущем, о грядущем нашего Отечества. Это злободневная тема, она интересует и людей простых, и людей, имеющих властные полномочия, людей неравнодушных. То есть это общенародная сейчас тема для обсуждения на всех площадках. Сергей Анатольевич, вот в нашем понятии ведическом и вообще в древнеславянском есть несколько понятий будущего. Будущее – это как может быть, мы его предполагаем, а есть более четкая, более точная форма – грядущая, то, что невозможно изменить. Почему ты, когда составлял вот такой вот анонс или эфир, да, прислал «нет», почему ты применил именно грядущую власть в Отечестве? То есть то, что вот невозможно по-другому себе в будущем представить, что невозможно обойти стороной то, что обязательно будет. Вот как раз правильно ты определил понятие грядущего и будущего. Я придерживаюсь такой же концепции, что грядущая – это реальность, которая нами, как бы мы мысленно, и это грядущее видим, и оно в результате нашего мыслитворчества реализуется. То есть, скажем так, по-другому, если я правильно понял, то без этого у нас жизни уже нашего государства, нашей державы, нас самих, наших родов быть не может. То есть пришло время, когда вот Отечество, будущее наше, которое мы себе представляем, оно вот должно проявиться уже в новом качестве, в новом формате, в новом виде. И без этого уже нам просто не существовать, не быть и не жить. Да, я поддерживаюсь вот этой концепцией. Это не то, что касается современности, вот сейчас такая ситуация возникла, а это постоянный процесс, природный процесс, когда люди осознанно или ими, их сознание манипулирует, и они неосознанно это грядущее продумывают. Им представляется этот образ, навязанный или ими сознательно созданный, и он реализуется в дальнейшем. Это происходило и в прошлом, это происходит в настоящем, это будет и в будущем. Это природный механизм. Ну что ж, хорошо. Тогда давай тебе уже предоставляйте микрофон, ты начинаешь раскрывать тему, а я буду на подхвате, буду помогать как-то там вмешиваться в разговор, и у нас будет, возможно, диалоговая форма появится в нашей сегодняшней беседе, а наши радиослушатели будут задавать вопросы уже привычно им в чате Народного славянского радио, и эти вопросы мы будем по мере их появления озвучивать, и также будет у нас третья сторона в виде наших уважаемых радиослушателей, которые будут задавать вопросы. Хорошо. Я начинаю раскрывать эту тему с размышления о нашей жизни, о своем размышлении о нашей жизни. Мы на земле, как на подводной лодке в глубине океана, выхода и спасения личного, кроме как вместе со всеми, нет. Мы обязаны навести порядок в своем державном отсеке, в своем отечестве, на всей земле лодки, иначе неизбежна и всеобщая гибель. Отсюда каждый разумный соотечественник обязан знать цели свои личные, державно-родовые и всех землян. Все эти цели в одном направлении культурного природного развития. Исходя из знаний человечества, его развития, можно с очевидностью утверждать, что общинное и родовое обустройство жизнедеятельности людей было изначально и указывало на природную суть таких человеческих взаимоотношений. Древние артефакты указывают нам, что человечество пошло сразу по двум разнонаправленным векторам развития. Одно из них можно характеризовать как правостороннее, с качественным ростом движения развития. Наши пращеры придерживались этого развития. А другое левостороннее, с количественным ростом движения развития. Мифы народов мира рассказывают о Первой мировой войне цивилизации Атлантиды и культуре Гипербореи. Там зародились информационные технологии современной гибридной войны. Гибридная война, как раз начавшись, имела одну цель уничтожить противника, так как компромисс между антагонистическими векторами невозможен. По сей пору наблюдаем лишь или открытое, или скрытое в этой войне проявление. Культура гиперборейцев, пращеров русов и других родов расы имела периоды расцвета, стабильного развития и периоды затухания, нестабильного развития. Пращеры применяли практику качественного роста и предлагали только те знания окружающим их народам, которые те могли воспринять и внедрить в своей жизни. Но ученики, попав под влияние более агрессивной цивилизации народов, становились врагами своих учителей. Поэтому со временем повсюду очаги культуры, созданные на всех континентах планеты, были разгромлены, носители культуры были или уничтожены, или вытеснены, либо ассимилированы. Современные состояния этой войны характеризуются следующими показателями. Основной очаг культуры находится в состоянии затухания и представлен в основном искусственно разделенным единым родом русов, как держава, образующей четырех государств в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и проживающей небольшими диаспорами на правах изгоев, как и другие рода расы во многих странах мира. Цивилизация Запада, как преемница своих пращуров и сатматиды, переживает системный кризис, когда количественный финансовый рост достиг апогея и требует своего разрешения. Одной из составляющих системного кризиса техногенной цивилизации является ее все возрастающие антиприродные воздействия на экосистему планеты, в том числе геноцид большинства родов, землян, расы, в том числе рода русов. Наконец нарастает антагонизм между управителями цивилизации и новой социальной группой, можно их назвать люди-знания, ставшей в мире основной производственной силой. Те управители техногенной цивилизации, чтобы разрешить свой системный кризис, выбрали путь глобализации всех производственных социальных отношений, в том числе и финансовых. В экономике они ставят целью с введением единой мировой электронной валюты через создание единого в мире центра, который все проводит через свою электронную сеть, товарно-денежные отношения сводят в один баланс, добиться полного контроля над всей мировой экономикой. Они практически это сейчас и создают. В социальном сфере посредством полной монетизации в образовании, медицине и так далее, с передачей управления в этой сфере мировым компаниям добиться полного контроля над мировой социальной сферой. И посредством международных организаций, в том числе религиозных, создать мировое электронное правительство и единую мировую религию. Молодую, быстро развивающую группу людей, людей знания, видимо, планируют или частично уничтожить, или заставить трудиться на нее посредством принудительной чипизации. исходя из того, что компромисс с этой группой людей, которые управляют техногенной цивилизацией, невозможен. Остается лишь путь борьбы, когда люди должны осознать, что они сражаются за выживание человечества, так как им оппоненты нашего рода, наших людей знания, он не может реализовать свои планы и спасти себя и природу планеты. Самоорганизоваться в информационном поле, объединиться со всеми людьми, в том числе и с людьми знания, для создания коллективного сознания, как природного механизма, формирующего реальное действие всего человечества, в том числе и каждого рода землян, для победы над планами наших оппонентов, это все-таки посильная задача, человечество переживает кризис и я верю, что мы все жаждем своего выздоровления, исходя из численности населения Российской империи, перед Первой мировой войной, и вот если их сравнить, нас, допустим, было больше, чем китайцев в начале 20 века. и прирост, то есть прирост это количество рождений на тысячи в соотношениях с населением, у нас был выше, чем у китайцев, но мы видим на сегодняшний результат, что в результате всяких этих войн и управлений сейчас китайцев миллион, миллиард двести миллионов, а нас не более сто сорока пяти миллионов. Вот это все происходит из-за того, что весь этот период происходил скрытый геноцид рода русов и расы в целом. Расы имеются белых людей. Советский период в хронологии Отечества очевидно также можно назвать скрытым периодом оккупации. Факты вопиют, когда вот мы смотрим, что кто управлял нами с 17-го года, что заведомо этот экономический корабль вели к окончательной сдаче в 90-х годах ворогу. И тот созидательный энтузиазм наших поколений нашего рода и других коренных родов Отечества был использован, чтобы обустроить этот корабль технологически, подготовить его к использованию в своих интересах для выкачивания природных ресурсов из наших земель. Советские управители использовали в своих планах общинные родовые сознания, которые позиционировали как мнение трудового коллектива во всех сферах жизни и общее устремление с Отечественными создать для своих потомков лучшее, чем у них условия жизни. Изменение цели полагания жизнеустремлений коренных родов Отечества в начале 90-х годов 25 лет назад это было предательство советских управителей сознательно против воли народа разваливших родину, разъединивших единый род русов, резко ухудшивший жизненный уровень значительной части населения, является сильным ударом подорвавшим нравственные устои родовичей. В целом этот продолжающий период скрытный перешел уже к открытой оккупации. Сейчас многие оценивают его еще более тяжелым по своему разрушению, чем период советский период этот советский период, даже период Великой Отечественной войны. Все знают насколько сейчас деградировала наша промышленность и другие хозяйства и социальные сферы. Несомненно, что противник ставит задачу в грядущем той оккупационной администрации, которая у нас в Отечестве, дальнейшее разрушение государственности Отечества, уничтожение генетического здоровья соотечественников. Чтобы в дальнейшем по подобию насаждаемого в мире политики монокультурного государства окончательно тотально уничтожить расу ирусов. Создание в общественном мнении Отечества образа вот такого реального злодея по отношению ко всей структуре вот этой администрации, которая у нас существует, нужно это, я считаю, необходимая задача. Из нее вытекает, что нужно бойкотировать и все ее поползновения, ее призывы к участию в выборах тех же во власть и других ее начинаниях, которые ведут к дальнейшему ее продолжанию властвовать в Отечестве. Если вот мы перейдем на этот путь бойкота, этот путь быстро организованно и сплотит весь народ и будет осмысленно создан путь смены сегодняшней власти. Важен также широко организованный открытый этап дискуссии о грядущей обустройстве державы нашего Отечества. Все эти усилия сломят ситуацию затухания пассионарного движения, расы и рода русов, переведут ситуацию к периоду расцвета рода русов, а затем и расы. Механизмы достижения этих целей разнообразны и вольны для каждого соотечественника и ограничены лишь общим руслом победных усилий. Нужно научиться слаженно общинно мыслить и трудиться, нужно переориентироваться на приоритеты природы, землян, рода, семьи и личные. Необходимо на информационном поле не заигрывать с властью, мол, там есть здравые люди и добрые начинания, а им мешают группки засевших там врагов. Это ложный, внедренный в сегодняшней администрации в общественное создание образ. Вся власть снизу доверху во всех своих сферах, во всем мире, в том числе, от мелкой челяди до царственных особ. Это практически вражеская клика. Государственные машины во всем мире направлены на уничтожение всех коренных родов земли. Только такая совершенно однозначная позиция сможет изменить родовое сознание. у здравых людей появятся желания четкой перспективы возрождения Отечества и планеты Земля на основе традиционных для коренных родов Руси и землян принципов. Русы живут в оккупации, об этом говорят многие здравомыслящие люди, по причине своего мировоззренческого разобщения, подверженности зомбированию религиозными и научными догмами. И те управители, которые это создали, они хоть и малочисленны, но сумели под различными идеологиями навязать всем остальным родам мира концепцию ассимиляции людей. То есть можно смешиваться родами друг с другом. То есть навязали без культуре. Мы все отходим от своих традиций, от своих укладов, от своих нравственностей. Ими провозглашаются такие лозунги «Любите ближнего больше себя, как Бог возлюбил вас». И тем самым все рода ослаблены, что позволяет сплоченным и бессовестным упырям ими управлять. Наши властные отщепенцы, как и вся западная элита, мелкие слушки тех глобальных управителей. Любая политическая вот такая управленческая элита в кавычках стремится занять место властной элитой уже более высокого ранга. Естественно, она обречена служить самым главным, самым мерзким вот этим элитам, которые охотятся наверху. То есть, чем выше они поднимаются, тем они все более становятся безнравственными. В рамках современной мировоззренческой и цивилизационной системы, которую они создали. Люди без понимания смертельной угрозы уничтожения родов продолжают стихийно отстаивать свои групповые интересы. Пенсионеры отстаивают, вы знаете, выходят там отставить свое лишение проезда, дальнебойщики устраивают протесты по что на них наваливаются новые налоги, рабочие отстаивают свои интересы за зарплаты, за получение то, что они заработали, бюджетники тоже, опять же, за невыплаты и так далее. Все отдельно друг от друга отстаивают интересы. Хотя этот кризис он системный, он всех, все группы населения затрагивают и нужно так же системно отстаивать, понимая, что вся система работает против всех ради своих интересов. Вот такое построение протестов это просто все спускают свой справедливый гнев в свисток. потому что небольшими группами власти легко расправляется. Такая тактика диалога с властью, когда люди обращаются к ней, что примите меры, исправьте положение, она эта власть использует в своих интересах, где-то решает эти проблемы, где-то их уводит в сторону, половинчато решает, и она даже готова поменять окрас, превратиться в нациал патриотов, для того, чтобы усилить свои явно полицейские и фашистские наклонности, которые мы видим в этих законодательных актах, которые приняты в последнее время. Им можно противостоять только иной подход, когда мы организованно, мирно перехватим власть в масштабе всего Отечества. Вот это страшит оккупантов. Поэтому все организационные структуры тут же подавляются. Это мы видим на примере группе Мухина, Соколова, которых арестовали, только они заявили о том, что они создают по всей стране структуры, которые будут бороться за референдум. Выход такой массовой людей на улице в рядах школьников, учителей, матерей с грудничками в колясках, пенсионеров, честных медиков, госслужащих, военнослужащих, предпринимателей. То есть всех это, конечно, страшно для власти. И это показали вот эти последние майские праздники, где людей разгоняли тех, кто не заявил, что они должны выйти. Они по привычке вышли без зова, по велению своей совести, но власть не позволила людям даже пройти небольшими колоннами по улицам городов. Но к этому мы должны прийти, поставив такую цель, что люди должны повсеместно к этому готовиться, чтобы мирно выйти и отстаивать свои интересы перед сегодняшней вот этой властью. Но мы должны понимать, что мы выходим не против чего-то, мы должны понимать, что мы выходим за что-то. Поэтому уже сейчас нужно пытаться на местах сформировать структуры представительской власти именно коренных родов Руси. Вот такое ближайшее будущее Отечества должно быть сформировано в информационном прежде всего поле. Мы должны это прежде всего оговорить, понять и согласиться друг с другом, как это должно быть структурировано. Важно сформировать ядро родовичей, которые способны организовывать большинство уже людей на победу родовластия. Поэтому обращаться нужно друг к другу в информационном поле, связываясь между собой согласованным миропониманием, то есть обговаривая определенные мероприятия, обговаривая определенные структуры, формируя план совместных действий как в информационном поле, так и на просторах Отечества уже в регионах. Надо прекратить перепрыгивать с одной критической темы на другую, бесконечно бегая по порочному без конструктива кругу. Вот поэтому я предлагаю выдвигать единую позицию по отношению к власти. То есть барькотировать выборы первое, создавать структуры родовластия, то есть это местное самоуправление по закону на местном самоуправлении. Второе, бойкотировать деятельность госструктур, бескультурщиков, вот всех проявлений этих бескультурья, создавать общественные структуры по реализации культурных наоборот потребностей коренных родов Отечества. Третье, бойкотировать деятельность коммерческих банков, бизнесменов, создавать на местах потребительские общества вместо той деятельности, которыми они занимаются. Четвертое, бойкотировать сбор платежей по повышенным тарифам во всех сферах жизнедеятельности, создавать местные общественные юридические приемные для защиты прав потребителей во всех сферах жизнедеятельности. И пятое, открыто обнародовать идею обсуждения, а затем принять съездом или сходом представителей структур родовластия всего Отечества грядущего державного обустройства. Шестое, выдвинуть на общественное обсуждение методы и способы мирного перехода к родовластию. Утвердить это на съезде на сходе представителей структуры родовластия. Вот такая тактика современной информационной борьбы, которая предусматривает ведение индивидуальной деятельности, которая координирует с координированной общей целью, методикой и способом ее ведения. Не предусматривает каких-то общей отечественных, всего Отечества касаемых структур. это будет как раз подходить к сегодняшнему моменту и исходя из этого тактические цели. Во-первых, это создать в лице обобщенной власти в России образ зловей, который нужно бойкотировать. Во-вторых, постоянно обсуждать и корректировать методы и способы организованной информации. В-третьих, организовать обучение и помощь в интернете своим сторонникам, направленные на расширение площадок, на которых люди могут высказываться о тех целях, о которых было заявлено выше. И в-четвертых, создавать при необходимости посредством всех видов коммуникации поддержку своим сторонникам. Исходя из этого же стратегические цели, это, во-первых, создать в коллективном сознании образ грядущего державного обустройства, во-вторых, обнародовать способы и методы победы родовластия, в-третьих, победа самого родовластия. Надо уточнить, что родовласть это власть родов, коренных родов Отечества. Мы знаем прекрасно, что у нас более ста различных народностей, то есть родов в Отечестве. И каждый из них имеет свои традиции, жизненные уклады, свои нравы. Естественно, они имеют возможность реализовать их только при своей власти. Поэтому они должны иметь возможность в грядущем это совершить. Наш род русов, который составляет державообразующий род Отечества, более 80% они естественно являются основным главным учредителем этого государства, этой державы, правильно если говорить. А остальные рода, коренные рода Отечества, они соучредители в этой державе. И вместе они осуществляют родовласти. то есть без участия тех народов, которые имеют свои государства вне территории нашего Отечества. Это более справедливое отношение, а не то, которое сейчас царит в нашем Отечестве, где все разбавлено. Сергей 30 минут прошло уже, музыкальная пауза просится, поэтому давайте прервемся ненадолго, и после этого будем разбирать заявленную тему. Тем более, что уже в чате идут такие бурные дискуссии, но я прошу всех, кто находится в чате, все-таки не переходить на личностные какие-то обсуждения, кто в чате прав, кто в чате не прав, у кого есть какая-либо бумага или какой-либо документ на руках, подтверждающий, что он человек не верблюд или еще кто-то, задавать все-таки вопросы тому, кто выступает. А то получается так, вы между собой тут дискутируете, друг другу вопросы задаете и обсуждаете, задавая друг другу вопросы, то, что говорит человек, пришедший сегодня доносить информацию, вы лучше вопросы ему задавайте, вот Сергею Анатольевичу напишите лучше вопросы, нежели чем между собой что-то так вот писать, так будет более правильно, на мой взгляд. Итак, прерываемся на музыкальную паузу и дальше продолжаем разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 4 мая 2016 года среда, по одному из старинных 23 день месяца по себе наречения 7524 лет а седьмица. Грядущая власть в отечестве такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Сергей Анатольевич и продолжаем разбирать эту тему. Напоминаю нашим радиослушателям, что более правильно задавать вопросы в чате не кому-то из чатлан, то есть людей, которые с вами рядом там находятся, а непосредственно в эфир Сергею Анатольевичу, поскольку он является сегодня главным сведущим, то бишь докладчиком, разворачивающим эту тему, я все же навсего помогаю эту тему, нажимаю кнопочки, музыку ставлю, слежу за регламентом и так далее. Если же кто-то в чате будет переходить какие-то рамки приличия и переходить на личности, употребляясь слова, которые большинству современных людей, скажем так, не совсем приятны и не к месту приметь слова, то напоминаю, что есть у нас администраторы чата, которые вправе за такие деяния удалять, то есть на личности не переходим, дружественно общаемся, обсуждаем тему и стараемся задавать вопросы все-таки в эфир главному сведущему. Пожалуйста, продолжай, Сергей Анатольевич. Возвращаясь к теме родовластия, еще раз хочу на этом заострить внимание, мы знаем, что есть понятие советский народ, есть понятие русский народ, и это толкуется как определенное людское сообщество из разных представителей разных народов. Поэтому я стараюсь не применять слово народ, как определяющий такое людское сообщество, где могут быть различные представители различных родов, а стараюсь применять род. И говорю, что у нас есть род русов. В самом начале нашей беседы я об этом заявил, что он разделен искусственно на белорусов, червонорусов и великороссов. Это было понятие еще 19 века, оно сейчас не применяется, но мы это знаем с вами, что это единый народ, и так наши предки совершенно я считаю правильно воспринимали это совершенно недавно буквально сотня лет назад это было приемлемо. Сейчас у нас могут заявлять, что русские могут быть немцы русские, евреи русские, армяне русские, то есть все, кто говорит на русском и считает себя русскими. Вот они считают себя русскими, значит, вот есть русский народ. Я считаю, что это нигерный подход все-таки исходя из различных научных дисциплин, которые говорят, что есть наука ДНК-денеология, есть наука социология, расология, они рассматривают развитие человечества именно в людских сообществах, которые накапливают определенные традиции, жизненные уклады и нравы, нравственность. Это общим всем название имеет культуры данного рода. И вот по этим признакам все рода имеют отличия, как и по физиологическим, морфологическим, физиологическим, они тоже различны. Поэтому говорить, что наш русский народ, это все те, кто воспринимает сегодня как бы опять же перевернутом состоянии русскую культуру, мы видим это русской культуры, нет, ее мы не наблюдаем, есть без культуры, а мы и на Слоянском радио, я очень передачи тоже люблю слушать, где раскрывается настоящая культура нашего рода, рода русов. Это более правильное понимание нашего самоназвания, нашего рода. поэтому когда мы говорим о власти, я применяю термин родовластия, а не народовластия, который в обычном официальном обращении применяется, народовластия. А я говорю о родовластии, говорю, что родовластия в грядущей нашего Отечества должно отражать интересы всех коренных родов нашего Отечества. Их более ста, и все эти интересы этих родов будут соблюдены. Но в первую очередь это касается нашего рода как держава образующего. Он должен, он являлся и учредителем в прошлом вот этого государственного объединения на нашей родовой земле. он объединил все эти коренные рода, которые не вели государственности. Он и сегодня должен и в грядущем быть со-управителем со всеми коренными родами. А они на своих родовых землях, на которых они проживали значительное тоже время и имеют свои традиции, свою культуру, они тоже должны иметь совместно с державообразующим родом русов право управлять этими землями. То есть они также должны иметь право родовластия на своих землях. Я продолжаю раскрывать тему и говорю, что все организации, которые могут быть сейчас в современных условиях организованы в информационном поле без официального оформления должны быть. В наших условиях они должны быть только связаны в интернете. Люди решают сами как им обсуждать и что обсуждать, какие задачи необходимо реализовать, а затем их осуществляют в деле. Эта деятельность осуществляется без структурирования общего, без денег. И конкретное только дело, которое они совместно должны выработать и решить, только оно может быть решено ими сообща, созданием под это мероприятие конкретное структуры с привлечением любых материальных средств, исходя из возможностей каждого принявшего в нем этом мероприятии участия. Вот так мне видится нужно действовать в современных условиях. Люди должны быть в этом своем самовыражении самостоятельны и игнорировать всех административных структур, которые в нашем Отечестве на данный момент существуют. Надо сосредоточиться и сосредоточить все усилия на создании образа грядущего державы. Не на борьбу с администрацией, а на грядущее, какое мы должны грядущее создать. На тех результативных способов, которые могут бы найти в современных условиях реализацию этого образа. И особо стараться, чтобы этот образ проник в коллективное сознание большинства наших соотечественников. Отсюда задача по осмыслению вокруг происходящего. Это надо постоянно видеть и то, что происходит к этому. Не надо быть равнодушным и объяснять людям, что является причинами происходящего. Идеи нашего рода русов и тех оппонентов, которые нам оппонируют, это разноправленные идеи. противостоять планам оппонентам можно лишь самоорганизации лучших здравых людей и родов и Руси и мира. С ростом самосознания, учитывая объективные преобразования в Отечество, необходимо на определенном этапе их развития переориентировать грядущие субъекты, активных людей, которые участвуют в этих обсуждениях, мероприятиях, как субъекты будущего родовластия на победу родовластия. Родовласть это власть коренных родов Руси, на благо природы и своих родов. Нам необходимо выжить в окружении враждебного мира и восстановить ведическую цивилизацию, как прообраз устойчивого природосберегающего мира земля. Мир, воссоздающий гармонию в природе, мир, сохраняющий все рода Руси и землян, мир бессудного процента. Мир родовластия на Руси. Вот что нам необходимо создать. Я прошу соведущего высказаться, потому что я закончил вот это вступление. Хорошо, хорошее вступление. У нас уже идет очень много вопросов. Если ты не против, то, в общем-то, наверное, мы подключим третью сторону нашего эфира. Это участников чата. Еще раз напоминаю, что в чат вы приходите не для того, чтобы ругаться и доказывать свою самостность и значимость, а для того, чтобы лучше познакомиться с другими людьми, не переходя на личности, как некоторые иногда это привыкли делать в каких-то помоечных чатах. и поэтому оставьте эти все амбиции на стороне и просто общайтесь по-человечески и задавайте вопросы. Так вот, если ты не против, тогда давай эти вопросы будем уточняющие из чата задавать, и тогда, наверное, у нас получится уже диалоговая форма, когда это вступление уже перейдет в формат общения с нашими радиослушателями. Не против? Да, конечно, конечно. Хорошо, хорошо. Первый вопрос поступил от Виталия. Вопрос в эфир. Давайте определимся, что такое глобализация, чтобы не путаться. Ну, глобализация, этот процесс, он как бы характеризует двумя сторонами. Сейчас уже говорят о плохой глобализации и о хорошей глобализации. Плохая глобализация подразумевает создание такого мирового порядка, где есть структура элиты и есть структура служебных людей. Нету никаких границ государственных. Все глобально в мире экономика, социальная сфера, естественно, образование и все другие жизнедеятельности людей вся подчинена тем целям, которые ставят элита перед человечеством. Цели это продолжать увеличивать потребление природными ресурсами и продолжать не только эксплуатировать природу планеты Земля в своих интересах, потому что у них приоритеты это личностные людские интересы. Они главенствуют над всеми другими приоритетами и над приоритетом природы, и над приоритетом природных людских сообществ. развитие бесконечности личностных притязаний владеть и планетой Земля и всем космосом. Это по сути дела противоборство с Богом. я не приемлю понятия Бог в том официальном понимании, я приемлю понятия природы как той матери, которая все создала и ее мерности, то есть ее в официальном понимании закономерности все и происходит в этой жизни. Вот так они борются против природы. стараясь ее покорить. Это была их и в прошлом задача, и они и в будущем ставят ту же задачу. Ну а хорошая глобализация в их понимании это значит уравнять всех в правах, создать электронное правительство, опять же глобально в глобальном мире, и вроде будет социальная справедливость для всех, но в то же время то потребление которое подразумевается будет зависеть от того вклада который каждый вот этого будущего это его будущего личность внесет в развитие человечества. Опять же в приоритете у них развитие личности это главный приоритет. Приоритет природы это второстепенный приоритет развития значит людских сообществ, то есть родов тоже вообще замалчивается. То есть там ну типа как сейчас пожалуйста можете танцевать, но в плане культуры это все будет также размыто нивелировано так сказать как и сейчас происходит. То есть будет без культуры в рамках общечеловеческих норм морали. То есть что хорошее что плохая глобализация она ведет к одним и тем же целям по разрушению природы и самого человека как части природы. которая не может без природы нормально развиваться по ее мерностям. Они значит возобнили из себя таких вершителей судеб и человечества каждого в отдельности личности и самой природы. Ну хорошо тогда можно наверное вот это хорошее их представление и плохое их представление глобализации как-то воедино свести. Все-таки глобализация двумя словами это сегодня что такое? Глобализация это уничтожение природы. А оно связано только с природой или с человечеством и со всеми нашими родами тоже? Мы же понимаем прекрасно что человечество и отдельные наши рода которые входят в человечество это часть природы поэтому когда мы говорим уничтожение природы планеты Земля значит имеем ввиду уничтожение и человечества. Хорошо хорошо следующий вопрос Виталий задает вы скажите что делать чтобы нас больше было чем китайцев это было задано в 20 часов 16 минут по московскому времени когда как раз ты рассказывал про то что до революции у нас была рождаемость поболее и количество людей больше чем Китая ну вот как раз мы об этом и говорим что мы должны обустроить нашу державу создать условия для жизни всех коренных родов значит нашего отечества так чтобы вот это природное явление по воспроизводству нашего рода снова заняло ту значит природную нишу которая она развилась которая она развила вот в результате своей эволюции то есть практически Менделеев это доказал что наш род он развивался даже в таких значит в общем-то сложных условиях в которые он оказался попав тысячелетия под идеологию христианства она была чужда нашей культуре нашим традициям все равно к началу двадцатого века русы показывали пример самого энергичного воспроизводства то есть они опережали все рода землян земли они их было больше и они показывали показатель рождения выше чем в Индии Пакистане в Китае и других странах которые сегодня на сегодняшний момент нас обогнали тогда получается вот ты упомянул в таком негативном формате религии что получается религия это тоже часть процесса или часть проекта глобализации да религия является частью процесса глобализации правильно хорошо следующий вопрос эфир от Андрея скажите что славянам и родовичам делать для скидывания оккупантов и возврата к десятникам сотникам тысячникам на первых этапах поставить надзирающих над чиновниками из сотников и тысячников ну вот сегодняшняя заявленная тема будет раскрывать последовательно вот эти вопросы поэтому вот этот вопрос он немножко забегает вперед и он будет раскрыт в дальнейшем когда мы дойдем до той части где я в проекте о державном обустройстве буду об этом рассуждать и коснусь этого хорошо давай тогда сделаем так ты раскрываешь какую-то еще подтему и после этого мы еще несколько вопросов задаем чтобы как-то освежать эфир хорошо хорошо тогда давай наверное еще так и сделаем приступаем к следующей подтеме а эти вопросы пока отложим но они у меня записанности так что наши радиослушатели не переживайте все вопросы мы которые поступали зададим итак раскрывая тему я хочу сказать о цели полагании русов то есть какие мы должны перед собой в моем понимании еще раз я не настаиваю быть каким-то оракулом я просто предлагаю вот то что я осмыслил предлагаю на обсуждение а цели полагания всего рода оно должно выработаться не большинством но частью здравых мыслящих людей нашего рода о своем обустройстве и вот это коллективное обсужденное оно и будет нашим цели полагания итак русы обязаны опираясь на опыт предков на их миропонимание они должны исходить из того что природа это совокупность явных осознанных и пока людям не явных не осознанных миров природа состоит из структурированных и не структурированных электрических зарядов всеродов об этом говорят рыбников суть природного миропорядка это бесконечное движение и покой не структурированных электрических зарядов всеродов порыдников которые входят в взаимодействие друг с другом и образуют структурные объединения все многообразие структурных объединений определяются всеродами как внутри так и снаружи данного объединения сам путь познания порядка взаимодействия всеродов их первичного возникновения бесконечен это путь по мировоззрению русов и дает определение понятию Бог а поэтому не может быть конечной мировоззренческой задачей людей идти путем Бога божественным путем это значит познавать объективные мерности природы русы накапливая знания миропорядки о миропорядке взаимоотношении всеродов могли бы на определенном этапе не просто гармонизировать свою жизнедеятельность но и стать соконструкторами природы без рассушений без противоречий природного миропорядку русы совместно с родами мира как художники к примеру могли бы создавать свои картины мира вписанные в общую вселенскую панораму исходя из этого целеполагания рода русов можно понимать как через гармонизацию своей жизни достичь уровня коллективного природного мастера созидателя на собственном примере увлечь рода мира за собой к совместному созиданию идея русов отрицает целесообразность слияния землян в единую этническую общность настоящее формируется мыслеформами как ныне живущих так и ранее живших на земле поколений предков наших задача наша проста объединить мысли современников с чаяними мудрых уснувших усопших это объединение в информационном поле земли подобные мыслеформы концентрируются в единый субъект есть такое понятие эгрегор можно воздействовать на грядущее через механизм осознания коллективного целеполагания большинством родовичей поэтому важно очень знать прошлое своего рода устремление тех прошлых поколений их мысли о своем грядущем и ворог знает этот природный божественный механизм силы коллективного мышления всех поколений каждого рода земля поэтому его устремления направлены как на разрыв мысли творчества поколений так и на навязывание чуждых устремлений грядущие для ныне живущих превращая их в манкуртов без родовой стези дороги важно прийти с единомыслием грядущего ныне живущими родовичами достаточного их количества с подобными мыслеформами прошлых поколений для того чтобы природный механизм воздействовал на большинство остальных родовичей которые пока не сознают единой цели состояние дел в отечестве требует незамедлительного предложения проекта державного обустройства России современной оккупационной властью которая ввергнута в системный кризис попытки реформировать как структуру власти так и ее экономический базис в рамках вариативности мировой экономической системы которая сама мировая система подвержена системному кризису безуспешна предлагается исходя из опыта культуры рода русов и применив лучшее начинание последних поколений создать проект державы Русь проект должен дать родам России и мира ясное понимание родового целеполагания направление культурного развития в нем должны быть раскрыты этапы державного мирового обустройства проявольный камень вот такого мирового обустройства в рамках культуры русов это приоритет природного права над правом родов управлять природными ресурсами что предусматривает в том числе право коренных родов людей планеты земля жить традиционно на своих землях русы защищая свое священное право жить по родовым традициям державе Русь разглашает свое право и обязанность защищать все рода мира и природу земли от всех осягательств и их уничтожения проект державы это первоочередная стратегическая цель грядущего наш прекрасный китиш есть такие тактические оперативные задачи грядущие это во-первых научиться выживать в условиях все увеличивающего пресса ворога оккупационной власти их хозяев во-вторых это научиться побеждать ворога давать ему отпор в малых боях набираясь опыта смекалки для решающей битвы за освобождение от оккупации ну вот о целеполагании я закончил поэтому можно вернуться к вопросам хорошо но прежде чем вернуться на вопрос у нас еще 30 минут прошло так что переходим к музыкальной повозе сначала а потом дальше по вопросам пройдемся Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио Напомню что по одному из современных календарей 4 мая 2016 года среда по одному из старинных 23 день месяца посева и наречения 7524 лета седьмица грядущая власть в Отечестве такова тема сегодняшнего нашего эфира главный ведущий Костачев Сергей Анатольевич и несколько вопросов еще зачитаю из чата чтобы внести такую волну общения с нашими радиослушателями вопрос эфир от Сергея в 2003 годе образована русская республика Русь может для начала необходимо всем кто считает себя русскими самопределиться по национальной принадлежности ну вот создание таких формирований как держава Русь вот который спрашивает слушатель ну это я считаю несколько забегания вперед люди должны сперва это осмыслить а здесь же был вынесен проект уже готовый с какой-то определенной структурой как бы навязывать остальным людям всему роду свою идею я считаю неправильным необходимо обсуждение необходим коллективный разум он гораздо эффективнее чем идеи одного человека или какой-то группы людей этого рода поэтому отвечаю что вот этот проект я знаю смотрел заходил это считаю что люди несколько неверно выбрали направление вместо того чтобы призвать к обсуждению они себя позиционируют как уже готовая модель к которой должны все присоединяться это неверный подход ну и второй вот вторая часть там что нужно самоопределиться ну конечно мы должны стараться знать о своих предках какого рода они были чтобы понимать кем мы являемся если мы знаем что наши предки это люди ну в ранечном понятии русские но мы сейчас понимаем что это понятие русские это было навязано это прилагательное мы должны понимать что мы должны себя воспринимать как имя существительное мы русы в моем понимании поэтому конечно самоопределение вот каждого себя какому он роду принадлежит это должно быть осуществлено и я не считаю что это такой сложный вопрос который в настоящем и грядущем будет вызывать какую-то проблему этот вопрос я думаю будет решаем и я не берусь опять давать рецепты как он будет решаться коллективный разум определит все параметры как будет определяться и решаться этот вопрос хорошо я насколько понял ты придерживаешься такой довольно распространенной версии о том что такой народности национальности и народа как русский просто не может быть потому что русский это прилагательное русский может быть язык русский может быть город русский может быть дух а русский как человек не может быть если человек русский то вопрос чей он тогда например армянский коньяк но при этом есть армянин который этот коньяк производит грузинский есть фольклор и есть грузин который фольклор например исполняет чеченский есть удмуртский ну какой угодно есть это прилагательное к тому что например чечен или удмурт делают А тут получается у нас Судя по той версии, как ты высказываешь Русский это одновременно И к человеку отношение И одновременно к всему тому, что он делает И получается тут полная нестыковка Своей стороны, правильно я тебя понимаю? Я же говорю, название приводил Которое применялись Буквально сотни лет назад Великороссы Белоруссы Значит, червоноруссы То есть это было имя существительное Хорошо Вот ты сказал, что Преждевременно РРР проект Преждевременный, потому что они себя Сейчас заявили, а в чем тогда разница? Ну вот они сейчас заявили, создают некое зерно Выдают паспорта Заявляют, везде регистрируются Их, как везде там указывается Что их воспринимают на всех уровнях В том числе и на международном уровне И они потихоньку продвигают эту идею И все больше и больше людей подключается В чем разница? Что вот они сейчас так действуют От того, что ты предлагаешь Всем, всем, всем потихоньку Осознавать и включаться Что там все потихоньку осознают Ну правда имеют еще и некие бумаги на руках Которых подтверждена их принадлежность Национальность И в этом случае, как ты предлагаешь Тоже так же распространяется Только там официально, а здесь неофициально Так вот, мы понимаем Что я говорил Когда мы разбирали Тему о Сегодняшней ситуации Что то, что официально Это В нем нельзя участвовать Это Все действия, все мероприятия Продуманные нашим ворогом Который руководит Сегодняшними процессами Управления и Обществом И Государствами В том числе И эта структура Она под управлением Официальных Властей Подожди Вот это намек на то, что РРР это тоже проект Официальных властей? Да То есть это касается РРР тоже? Я Я предполагаю, что Это Так и есть А, но это предположение Потому что Ты так заявляешь убедительно Как будто у тебя на руках бумаги Где какой-то господин из правительства Российского или иностранного Подписал Создать Вот РРР Выделяем столько-то финансов Это прозвучало как уже Четкое доказательство А не как просто предположение Я предполагаю Я предполагаю Потому что Исходя из Ситуации Которой мы Говорили Как Действует Власть Она Все Манипулируют Всеми процессами Которые Происходят Происходят В обществе Она отслеживает Поэтому Все структуры Которые Вписаны В официальные Значит Эти Мероприятия То есть Они Замодействуют С властью Официально Значит Это Управляемый Процесс Это управляемая Структура А Понял тебя То есть Если В ООН Грубо говоря Согласились С тем Что есть такая Структура И официально Ее признали То это Говорит о том Что это Искусственно создано Поскольку ООН Не является Нашими друзьями Вот такая Взаимная связь Получается В своих рассуждениях Правильно понимаю? Правильно Потому что Надо понимать Что Международное Право То есть Право Западного Общества Это Право Рабовладельцев И рабов Это мы Не воспринимаем В нашей Конституции Вот все Современное Провозглашено Что Это Право Международное Оно Доминирует Над правом Значит Всех Отечественных Законов В том числе Конституции И Все Выстроено Так Во всем Мире Это Право Доминирует Во всех Государствах Оно Это Право Защищает Вот это Западное Общество Где Приоритетом Личность Вместо Того Чтобы был Приоритет Природа И Значит Людские Сообщества Рода Об Об этих Правах Ничего Не сказано В западном Праве Но они Идут На второстепенных Ролях А впереди Выпечено Права Личности Как они Говорят Декларация Прав Человека А за Этой Значит Оберткой Спрятана Вся Вот эта Злобная Сущность Этих Людей Которые Имеют Скрытые Еще Права Права Морское Право Королевы Которые Доминируют Над Международным Правом Там Есть Право Суверена Это Как раз Раскрывает Сущность Хорошей Глобализации Которая Предлагает Всем Принять Право Суверена Это Высшее Право Человека Мы Имеем Права Как бы Слуг И Рабов Человеков По Вот этому Морскому Английскому Праву А они Имеют Отдельные Элитные Люди Человеки Право Высшее Право Человеков И вот Хорошая Глобализация Как раз Кичится Этим Что она Нащупала Слабое Место Предлагает Всем Взять И написать В завительном Таком Письме О своем Праве Стать Суверенными И тогда Вы Становитесь На одну Уровень Они говорят На один Уровень Вот с этой Высшей Элитой Такая С их Стороны Кажется Замануха На самом Деле Это Бездравственный Поступок Который Говорит О том Что есть Это Международное Право С двойным Дном Где Есть Разделение Людей Имеющие Высшее Право Низшее Право И Предлагается Нам Отказаться От своего Рода И Стать Вровень С этой Со злодеями С высшими Правами Над всеми Остальными Кто не успел То есть Скажем так За Маской Гуманизма Кроется Обычная Человек Ненавичная Личность Какая-нибудь Или морда С острыми Зубами И Длинным языком Для Слизывания Крови Мы должны Понимать Что Гуманизм Это Равно Сатанизм Гуманизм Равно Сатанизм Это Аксиома Хорошо Давай еще один вопрос Зададим И потом Дальше Будем раскрывать Тему Елена Задала вопрос В эфир Что делать Если у русского Народа Ослаблена воля Нет умения Объединяться И самоорганизовываться Кстати Я вот Замечаю Неоднократно Замечаю В разных Чатах В разных Форумах Социальных сетях И даже Кое-что Сюда Пробегает Когда Заходит Человек И вместо Того Что пытаться Объединиться Он начинает Всех Называть Козлами Идиотами Ничего не Понимающими Придурками Разные Эпитеты Придумывают В различных Формах Это Синонимы Можно приводить В том В том Что Вы Вы Террасики И Вы Ничего Не Понимаете И так Далее То есть Изначально Идет Не Предложение Объединяться А сразу Включается Формат Руганий Вот как раз Елена И задала вопрос Повторю Что делать Если у русского народа Ослаблена воля Нет умения Объединяться И самоорганизовываться Нужно Понять Здравомыслящим Людям Что необходимо Изучать Вот те Научные Дисциплины Которые Говорят О Развитии Человечества В целом О развитии Людских Сообществ Это Рассология Социология И другие Научные Дисциплины Которые Изучая Вот развитие Эволюцию Людских Сообществ И самого Человека Психология Социология Они Вывели Определенные Научные Категории Которые Говорят Что любое Людское Сообщество То есть Род Людей Он Имеет Структурирование Природное Где 80% Это Ведомые Люди 10% Это Ведущие То есть Герои Руководители Которые Всегда Созидатели Те Конструктирует Собирает Свой Род Структурирует Его Занимается Изобретениями То есть Вот Это Самая Активная Часть Небольшая Такая Прослойка И есть Часть Тоже Примерно Такого же Количества В 10 Процентов Ну 10-15 Процентов Которые Всегда Остаются В таком Как бы Ну Готовы К предательствам Готовы Жить ради Своих Интересов То есть Это Ну Их еще По-другому Называют Трусы Которые Всегда В хвосте Которые Тянут Всех Остальных Назад То есть Они Выполняют Роль Таких Значит Провокаторов Вы Как раз Говорили О той Части Людей Которые Активно Себя Проявляет Вот Сегодняшнее То есть Я Их Позиционирую Как Сброд Нашего Рода Сброд Вот Они Активные Они На виду А Люди Которые Созидают Которые Герои Которые Структурировать Должны Они Подвержены Прессу Сегодняшней Власти Всегда Это Так Было Они Стараются Они Так Скать Угнетаются И Их Стараются Не Выделять Но Мы Понимаем Вот Эту Структуру Лицкого Сообщества Из Каких Людей Оно Состоит Должны Наоборот Находить И поддерживать Людей Здравомыслящих Которые Пытаются Нас Соорганизовать То есть Структурировать Повести За собой И Тогда Те Ведомые Которые Основное Большинство 80% Они Увидя Этих Людей Они И Я Рассказывал О механизме Который В науке Называется Эффект Соты Обезьяны Это Включение Коллективного Сознания Когда Вот Эта Активная Часть Каждого Рода Может Выработать Совместно Не единственный Человек Определенное Количество Этих Людей Могут Выработать Общую Злободневную То есть Нужную Современную Идею По структурированию Своего Рода Для Жизни Этого Рода Спасения Рода В разных Ситуациях И они Эту Идею Выработав Совместно Послав Его В информационное Поле То есть Совместная Коллективная Мыслеформа Может воздействовать На всю Остальную Часть Это Проявляется И в Природе Животном И растительном То есть Выработка Определенных Навыков У природных Сообществ У части Вот этого Природного Сообщества Значит Не обязательно Обучать Всего Вот Всех Особий Этого Животного Допустим Сообщества Только часть Имея определенные Добившись Определенных Навыков Информационно Заражает Все остальное И все Сообщество Воспринимает Этот навык Как свой Как освоенный Это происходит Информационно То же Самое происходит И в Людском Сообществе То есть Мы должны Вот как раз Я и призываю К тому Чтобы Работать Над Коллективным Сознанием Мысли Образа То есть Определенной Идеи Которая Нас объединяет Которую Мы вместе Осмыслились С ней Согласились Эта идея Собрав Определенное Количество Людей Стравомыслящих Ее Осознавших Она Воздействует На все Большинство Не обязательно Чтобы все Большинство Об этом Узнало Из уст Или из Каких-то Информационных Источников Это будет Передано Через Информационное Поле Как природный Механизм Вот такого Ну Можно сказать Вируса Информационного Который Поразит Все И эта идея Будет заражена И все И эта идея Будет в грядущем Реализована Я закончу Хорошо Ну да Тогда еще Зачитаем Один подпунктик И если будут Какие-то вопросы По нему Этот пункт Разберем Потому что У нас еще остается Несколько минут До музыкальной паузы Обрыв связи Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор У нас был некий технический вопрос Судя по всему Как-то в Майкрософте Скайп Не очень хорошо Иногда работают Но сейчас Вроде бы У нас все нормально Восстановили мы связь Итак 4 мая На одном из современных календарей 2016 года Среда На одном из старинных 23 день Миссы Пассивное речение 724 лет Седмица Грядущая власть В отечестве Такова тема эфира Костачев Сергей Анатольевич Главный соведущий И самое интересное Обратил внимание Что из всех людей Которые активно Так участвуют Сейчас в переписке В чате Отозвалось всего Два человека О том, что ребята Звук пропал То есть до такой степени Увлеченно люди Между собой общаются Что им все равно Идет звук Не идет Главное Чтобы написать Во время передачи Свои мысли И поделиться С кем-то Из друзей Но вот видите Народная славянская радио Еще становится таким На самом деле Объединительным центром Площадкой Где даже без звука Можно все равно Решать свои вопросы Но все-таки Вопросы у нас Надо решать По ходу их поступления Вопросов Достаточно большое количество У меня поправляют Четыре все-таки Человека заметили Но это уже прогресс Благодарю Сергея За уточнение Итак Значит у нас Вопросы поступают Мы до музыкальной паузы Кое-что успели ответить Но судя по тому Что звук пропал Как раз В момент Зачитывания Одного из подпунктов Я предлагаю Все-таки вернуться К зачитыванию Этого подпункта И вот с Нового листа Сказать так Заново его зачитать Так Ну я продолжаю Мы раскрываем Суть проекта Грядущей державы Который раскрывает Как будет структурировано Домостроительство Я называю экономика Словом домостроительство И родовласти Это вот В сегодняшнем Понятии Народовласти Значит И Я остановился На таком пункте Что Субъекты Домостроительства То есть экономики И субъекты Домохозяйства Владеют Средствами Производства В любой Форме Собственности В этой Грядущей державе Чуть поближе К микрофону Пожалуйста Правовой порядок Культуры русов Исходя из Многотысячелетней Собственной практики В моем понимании Через прозрачный механизм Назначения Именно назначения Снизу Доверху Своих лучших Представителей Представительскую власть Контролирует Всю структуру Державного Родовласти Такой порядок Дает возможность Практически Реализовать Суть понятий Коренные рода Источник Родовластия И Самодержавие Руси То есть Сами Держат Свою державу Субъекты Родовластия Снизу Доверху Непосредственно И опосредственно Создают Двухуровненные Структуры Структурные Подразделения Представительской Власти Тут нужно сказать Что такое Субъект Родовластия То есть Это те Лучшие Представители Родов Которые Определяются На как бы Представительских Сходах Людей На нижнем Самом уровне Кто же Будет Структурировать Власть И только Они Имеют Право Являться И Те Кто Структурирует Эту власть То есть Назначает Власть Ее Создает Снизу Доверху И Сами Входят В эту Структуру То есть По нашим Канонам Не все Как сейчас Участвовали В создании Власти Только Лучшие Из них Далее Я буду Раскрывать Кто же Может По этим Параметрам Критериям Быть Субъектом Родовластия При этом Порядке Главенствует Созываемый Уровень Представительской Власти Над уровнем Назначаем им Постоянно действующей Представительской Структуры И назначаем им Главы Исполнительной Власти То есть Подразумевается Что на самом Нижнем уровне Собираются Субъекты Родовласти Они Вот это Их Собрание Является Созываемой Представительской Структурой Власти Вот Нижнего уровня Там Далее Буду Тоже Определение Давать Сколько Уровней Какие Названия И они Собираясь Определенное Количество Раз Они Допустим Назначают Из Своей Из Своего Состава Постоянно Действующую Представительскую Структуру Которая Имеет Права Контролировать Все Весь Правопорядок И Создание И контроль За Исполнительной Властью Постоянно И они Ж Вот это Созываемая Структура И назначают И главу Исполнительной Власти Которая Им же Подчинена То есть Все Подчинены И Этой Созываемой Представительской Власти Также Структурируется Власть И на Следующих Высшестоящих Уровнях Созываемой Представительской Уровень Который Структурирует Постоянную Представительскую Власть И Исполнительную Власть Которую И До самого Верха До Державного Уровня Где Главенствует Главная Власть Это Созываемая Представительская Власть Всего Отечества Которая Структурирует Из себя Постоянную Представительскую Власть И Главу Державы Она Назначает Структуры Созываемой Представительской Власти Сформировавшие Высшестоящую Созываемую Структуру Представительской Власти Через Нее Подконтрольные Структуры Назначаемой Представительской И Исполнительной Власти Определяет Порядок Оценивания Их Созидательного Труда Либо Расходов Их Необходимой Деятельности Вся полнота Власти Именно Вза Этими Созываемой Представительскими Структурами Власти Структуры Назначаемой Представительской Власти Выполняет Функции Организации И контроля Правового Порядка Домостроительства То есть Экономики Державы Высшая Исполнительная Власть Региона Тут уже Начинается Разделение Где говорится О регионе О круге И державе Нижний уровень Потом регион Округ И держава Состоит Такая Исполнительная Власть Региона Состоит Из главы Региона И зам Возглавляющей Региональный Комитет Домостроительства То есть Экономики И благосостояния Домостроительства Экономики Благосостояния Это социальная Вся сфера То есть Как бы На уровне Уже Региона Идет Выстраивается Четкая Структура Исполнительной Власти Есть Глава И у него Зам Который Возглавляет Всю Как бы У него Управление Всей Экономикой И социальной Сферы И так Выстраиваются По всей Державе Везде Единообразно Вот такие Структуры Только На уровне Региона Создаются Структуры Правопорядка И суда Главы Региональных Структур Правопорядка И судьи Родовластия Назначаются Созываемой Представительской Властью Региона И она же Принимает Решение По апелляциям Осужденных Судом То есть Вся Вся Практически Управляющая Структура Она Формируется На уровне Региона Регион Это В нашем Сегодняшнем Состоянии Отечества Это Примерно Уровень Районов Районных Городов Которые Нужно Объединить В одну Структуру Районов Крупных Многомиллионников Так сказать То есть Вот В этой Структуре Вся Полнота Власти То есть Там Там Существляется И экономика И социальная Сфера И судебная Власть И правопорядок Вот там Все структуры Находят Так сказать Ту сфера Товаров Товаров И услуг Применем Регламентация Этих Организации Этих Производств В регионах Собираются Прямые Наводи Консолидированного Державного Бюджета Идет Его Распределение Что Поведет Во всех регионах К численному Приросту И благосостоянию Родов Державы Высшая Исполнительная Власть Державы Состоит Из главы И двух Комитетов Казначейства И обороны На двух Уровнях На державном И в округах Глава Державы Назначается Созываемой Представительской Властью Родов Державы Он назначает Двух своих Заместителей Главу Державного Комитета Обороны Державного Комитета Казначейства Главе Державы Подчиняются Главы Регионов И округов В военное Время В мирное Время Они Значит Они Назначаются Созываемой Представительской Властью Это было Уже Сказано В мирное Время Они Свою Деятельность Осуществляют Без Высшестоящего Администрирования На договорных Началах Высшестоящей Структуры Исполнительной Власти Все Вопросы Которые Касаются Объединения Экономик Других Вопросов Которые Нужно Совместно Решать Это все Решается На Договорных Началах То есть Составляется Договор На уровне Округов На уровне Державы В целом То есть Это необходимо Вот с этими Всеми Административными Структурами Надстройка Над региональной Властью Необходимых Властных Структур Державы Получает Помимо Огромного Налога Эмиссии И Девальвации О нем Я скажу Я буду Говорить О финансах О финансах Дополнительные От регионов Необходимые Для своего Функционирования Средства По договорному Регламенту Между регионами С собой Соблюдается Баланс Интересов То есть Все в договоре Между Вот этими Административными Структурами Будет обговорено Какой Процент Собираемых Налогов В регионах Они отдают Высшестоящим Административным Структурам Округам И Державям Все структурные Постоянно Действующие Подразделения Родовласти Регистрируются В державном Регистре Субъектов Домострительства Домохозяйства То есть В том числе И административные Все структуры Все Все структуры Домострительства Этой Экономики Социальной Сферы Военные Все Административные Все Регистрируются Как субъекты И Те Чиновники Те Начальники Которые Отвечают За эти Субъекты Они Несут Всю полноту Ответственности За Регламентированную Их Деятельность Для каждого Этого Предприятия Если Это Имеет Какое-то Административное Управление Есть Регламент По которому Они должны Действовать И выполнять Свои функции Начальник Несет Ответственность Бюджетное Финансирование Всех Четырех Уровней Власти Осуществляется В регионах За счет Сбора Двух Прямых Налогов Коммерческого Налога И Налога Аренда Природных Ресурсов И Передача Им равными Далями Налоговых Сборов То есть Имеется Ввиду Что В регионе Собираются Два Прямых Налога Других Налогов Не Собирается Это Уже Отдельные Какие-то Сборы Совершенно Некасаемые Налогов Налоговых Налоговых Если В этом Есть Необходимость Это Будет Решено Опять же Структурами Представительской Власти Региона Коммерческий Налог С лиц С образованием Так и без Образования Лица Державного Права Платится В бюджеты Всех Уровней Власти По их Месту Жительства И месту Деятельности Либо В добровольно Заявительном Порядке Этих Лиц То есть Четыре Административных Структуры Значит Поместная Община Родовая Тот самый Нижний уровень Затем Регион Затем Округ Потом Держава И равными Далями На четыре Части По два С половиной Процента Допустим От общего Значит Там 25% От 100 Каждой Каждой Административной Структуре Значит Передается Из Каждого Налога Все знают Что они платят По Этим Образам Налог Коммерческий Налог Аренда Природных Ресурсов Платится В региональные Бюджеты По месту Добычи Природных Ресурсов На основе Регламента По Межрегиональным Заговорам Доходы От налога Аренда Природных Ресурсов Перераспределяются Между регионами В пределах Округов Для их Бюджетного Выравнения Ну то есть Есть регионы Которые Имеют Крупные Месторождения Природных Ресурсов И там Они добываются Если это будет Передаваться Только этому Региону То Естественно Этот регион Будет Гораздо Богаче Чем другие Регионы Где нету Таких Природных Ресурсов Поэтому Внутри Округа Эти Доходы От природных Ресурсов Перераспределяются Между Регионами Равными Далями Административно-региональное Обустройство С учетом Бюджетной Наполняемости Регионы Потребует Пересмотр Административных Границ Державы Будут Заключены Договора О землях Коренных Родов Руси По которым И определяются Внутренние Административные Границы Всех Четырех Уровней Власти Общинно-родовые Поместные Регионов Второе Третья Кругов И четвертая Держава То есть Коренные Рода Заявляют О своих Коренных Землях Это должно Тоже быть Оговорено На определенных Научных Данных Которые Имеют Место И быть И сейчас И в каких-то Может быть Современных Обсуждениях Среди Представителей Коренных Родов И Очерчены Их Родовые Земли Очерчены Те Регионы В которых Природные Ресурсы Имеют Место Быть В данном Случае И могут Иметь Место В грядущем По добыче Все это Оценено Исходя Из Вот этих Всех Границ Родовых Административных И Снова У нас Должна Пересмотреться Вся Структура Вот это Административных Границ Четырех Уровней Еще повторяю Общинно-родовые Поместные Второе Регионов Это примерно Современных Районов В современности В отечестве Округов Это примерно Значит Краев Областей Республик Но вот этого Понятия Не должно быть Оно должно быть Одинаково Административные Единицы Для всей Державы Внутри Округов Регионов Могут быть Определены Родовые Земли Которые Имеют Определенные И правовые Значит Регламенты По которым Коренные Рода Там Имеют Определенные Права И Значит Это должно быть Все В дальнейшем Обсуждении И Структурирование Обговорено Сейчас Я этого Вопроса Детально Не касаюсь Суть Понятия Субъекта Родовласти В моем Понимании Это Вольная Психически Здоровая Людина Обоего Пола Без Поражения В правах Без Наркозависимости Представитель Традиционной Семьи То есть Домохозяин Домохозяйка Или же Домостроитель Домостроитель Военнослужащий Может быть Военнослужащие Либо Военнообязанный Либо Военнообязанная С обязательным Правом Владения И ношения Оружия Представитель Представительница Коренного Рода Людей Нашего Отечества Проживающие Проживающие И Также Зарегистрировавшие Зарегистрировавшие Домохозяйства И имеющие Минимальный Срок Оседлости В пределах Региона По сроку Оседлости Это тоже Должно быть Оговорено Ими Родами Понятиями Людьми Региона Где Будут Происходить Вот Это Структурирование И Определение Категории Понятий Субъекта Родовласти Понятия Субъекта Домостроительства И Субъекта Домохозяйства Раскрывает За всеми Людьми Их Коллективными Или Коллективами Суть их Участия Домостроительства То есть В экономике В том числе Как с образованием Так и без образования Лица Державного Права Как Производителей Товар и услуг В первом случае В смысле Субъекта Домостроительства То есть Экономики Или С коммерческой Или потребительской Выгодой Для Потребителей И отечественных И зарубежных И во втором случае С потребительской Только выгодой Бескоммерческой Для потребления Внутри Домохозяйства Это уже Субъекты Домохозяйства Понятие Традиционной Семьи Предусматривает Наличие Супругов Обоевого Пола Вот Нужно Для Опроведения Субъекта Родовласти Понятие Традиционной Семьи Оно Подразумевает Что Это Традиционная Семья Наличие Супругов Обоевого Пола Женщин Мужчина Без Без Поражения В Правах Зарегистрировавших Свои Супружеские Отношения И содержащих Общее Домохозяйство Состоящих Из не менее Двух Поколений Близких Родичей То есть Они Или имеют Отца С матерью В семье Или имеют Детей Вот это Уже Два Поколения Это значит Традиционная Семья А понятие Нетрадиционной Семьи Предусматривает Все остальные Случаи Общежития Людей Содержащих Общее Домохозяйство В том числе Единоличное Такие Простые Понятия О Семьи Понятие Наркозависимая Людина Тоже Необходимо Раскрыть Как Необходимое Вот При определении Субъекта Родовласти Предусматривает Регламентированное Фиксирование Организации Правопорядка Эпизодического Либо постоянного Принятия Людиной Наркотиков Наркотиков Вот в нашем Уже понимании Это и табак Это и алкоголь Иные Растительные Или Химические Психотропные Наркотические Вещества То есть Довольно Жесткие Требования Всем Наркозависимым Людям Которые Уже не могут Из-за этого Быть Субъектами Родовласти Производство И реализация Табака И алкоголя Монополизируется С самого начала Создания Державы И регламентируется Державой Поэтапно В Отечестве Реализуется План Полного Отказа От производства Освобождения Людин Державы От наркотических Зависимости То есть Мы должны Понимать Что это Оружие Которое Применяется Против людей Резко Мы Конечно Не можем Против всех Наркотических Веществ Воздействовать Но это Опять Момент Обсуждения Тут же Жданов Предлагает Сразу Отказаться От Алкоголя И это Будет Благотворно Поэтому Этот Момент Можно Обсуждать Но пока Я Прервусь Может быть Вопросы Хорошо Давай Прервемся На вопросы Предупреждаю Всех Участников Чата Что За Нарушение Правил Чата Будут Люди Выбрасываться Навсегда Пожалуйста Держите себя В рамках Приличия Некоторые спрашивают Что такое Правила Чата Да Правила Чата Это Простые Человеческие Отношения Если Вы себе Позволяете Переходить На какие-то Жаргонные Высказывания В отношении Людей Которых Здесь нет Если Вы позволяете Писать Какие-то Слова Которые Неупотребимы В нынешнем Нашем Состоянии И Непонятны Многим И являются Если Вам надо Написать Конкретные Циферки Буковки Что можно Что нельзя То тогда Уровень Вашего сознания Оставляет Желать Лучшего Если же Вы человек То в этом Случае Вы сами Понимаете Что Можно Писать А что Нельзя Писать Вот Этот чат Для Человеков Если Вы не Человек То извините Вам здесь Не место Мы говорим До свидания До новых встреч В этом Случае Итак Сейчас я Хочу Прерваться На короткую Музыкальную Паузу А после Этого Мы продолжим Обсуждать Заявленную Тему И задавать Вопросы Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что Сегодня По одному Из современных Календарей 4 мая 2016 года Среда По одному Из старинных 23 день Мельсопосева Наречения 7524 Лета Седмица Грядущая Власть В Отечестве Такова тема Сегодняшнего эфира Ее разбирает Константин Сергей Ох Господи И мы сейчас Несколько вопросов Зачитаем Из чата Чтобы Как-то Разбавить Такой Монолог Вопрос В эфир Сергей Анатольевич Как ты Предлагаешь Называть Обобщенно Весь Народ России В обращении К нему Уж Не россиянами Ли Я считаю Что русские Это прилагательные Русы Славяне Это Уже Конкретно Наши Рода Государства Образующие Наверное Правильное Будет Понятие Ко всем Родам Державы Русь Обращаются Как русичи Но русичи Все-таки Это Больше На сегодняшний Момент Связывается С какими-то Генетическими Особенностями Но ведь Наша Страна Многонациональна И на территориях Бывшей И царской империи И рассеяния И тартария Существует Множество Других родов Которые Скажем так Не совсем Или совсем Генетически К русам Россам Расичам Русам Не относятся Тут как-то Относиться Как к ним Обращаться Понятно Вот Нас Воспринимает Западный мир Как русские Люди Русские люди То есть Они Не воспринимают Там допустим Отдельно Татар Там И Якутов И Другие Народности Там Башкиры И прочие И прочие Калмыки Они Воспринимают Как русские Из России Это вот Приехали Русские Они говорят Поэтому Когда будет В грядущем Создана Не Россия Это тоже Как бы Навязанное Не наше Понятие Нашего Вот Нашего Отечества Неверное Истолкованное В моем Понимание Правильное Название Русь Держава Русь Тогда Значит И Те Кто В ней Проживает Они Русичи Но Есть Рода Русов Есть Рода Калмыков Есть Рода Башкир И мы Все Коренные Рода Руси Русичи Имеем Здесь И властные Полномочия И Свои Культуры Поэтому Внутри Мы Разделены Между Своими Культурными Особенностями Но За За Державой Когда мы Выступаем Единым Сообществом Людским Этой Державой Мы Должны Себя Позиционировать Как Единое Людское Сообщество Которое Должно Иметь Самоназвание В моем Понимании Хорошее Самоназвание Русичи Хорошо А в чем тогда Разница Русичи Русские Ну называют Нас русскими Русские Это значит Принадлежность К России Вот поэтому Нас русскими Называют За границей Вы откуда Вы из России А ну русские Понятно Ну и какая разница Ну и русич Сейчас будут называть А в чем Что поменялось В том же Самоназвании То есть Мы себе Называем Русичи И нас будут Называть Русичи То есть Имя существительное Когда нас Называют О Это из России Русские Это кто Это прилагательное К чему Русские Это Они же не называют Себе Немецкие Вот приехали Немцы Немецкие Они говорят Немцы И так же Французы То есть Везде Имя существительное Русич Как раз Дает нам Статус Правильного Восприятия Другими Народами Нас как Народ Вернее Не народ Ну да Народ Сообщество Людское Народ Такое Сборное Родовое Это Русич Вот разница В этом Русский Это Предлагательное Русич Это Существительное Хорошо А давай Вот еще Такой Обсудим Момент Ты Говорил Про Коренные Народы А кто Такие Коренные Народы Есть Какое Это Определение Коренных Народов Ну В моем Понимании Это Опять Очень Просто Коренной Род Нашего Отечества Это Тот Род Людской Любой Который Имеет Определенное Прошлое Проживание На нашей Вот Земле Вот Этого Отечества Которое Было В прошлом И настоящем И не Имеет Других Государства Образующих Образований То есть Допустим Армяне Имеют Сейчас Государства Армения Грузин Имеют И так Далее Все Рода Которые Проживают Вместе С нами В Отечестве Но имеющие Другие Государства Образующие Сообщества Они Не являются Коренными Родами Отечества У них Есть Другие Земли Коренные Где Они Проживают А здесь Они Живут С нами Значит Как Значит Диаспора Этого Коренного Народа Поэтому У них Будут Права Как Диаспора Они Имеют Свою Культурную Особенности Свои Жизненные Уклады Свои Традиции К ним В этим В эти Понятия Свою Культуру Их Никто В этом Не ущемляет Но Как Как Род Имеющий Свою Державу Свою Свою Государство Они И там Свои Значит Права По Власти И осуществляют У нас У них Таких Прав Нет У нас Есть Только Права У тех Родов Людей Которые Здесь Проживали И не Имеют Других Державо Образующих Государств Вернее Государств Которых Они Свою Власть Осуществляют Вот Все Эти Причины И Имеют Четкое Представление Разницы Между коренными И некоренными Родами Отечества Хорошо Давай еще вопрос Задам Вопрос В эфир От Виталия Зачем Вновь Создавать Колесо Или Систему Все есть Нужно Просто Пользоваться Или Улучшать Или Создавать Альтернативу То что мы Имеем Сейчас Это Колесо Западной Цивилизации Которое Как телега Едет Под откос У них Структурный Мировоззренческий Кризис Который Охватил Все сферы Жизни Жизни Нравственность И Бескультурия И экономический Финансовый Кризис Поразил Это Эту Цивилизацию Выхода У этой Цивилизации Нет Она Стремится На И стремилась Только За счет Количественного Роста Во всех Сферах Захватывая Территории Захватывая Рода Земли Под свое Управление Она Все время Расширялась Расширялась Захватила Финансово То есть Создала Финансовую Систему С этим Долларом Его Напечатала В огромных Количествах Сейчас Погрязла В этих Финансовых Пузырях И Выхода У нее Нет Как только Она Ставит Такую Цель Погубить Часть Человечества То есть Уменьшить Его С 7 С половиной Миллиардов До Одного Или Пол Миллиарда И Снова Начать Свой Количественный Рост Потребления Вот этой Уже Оставшей Части Человечества Мы Не Можем Идти Вот В рамках Этого Так называемого Цивилизованного Развития У нас И была У предков Своя Своё Эволюционное Развитие Когда мы Вписывались В природу Когда мы Все Людские Сообщества Рода Которые Жили Рядом С нами Позволяли Так же Как и Самим Себе Развиваться В этих Природных Условиях Мы Должны Снова Встать На Свой Путь Это Не Значит Что Мы Изобретаем Колесо Мы Просто Возвращаемся На Свой Путь Эволюционного Развития Он Противоположный Западному Цивилизационному Пути В кавычках Который Ведет в пропасть Погибель С человечества И природы Вот Поэтому Мы Должны Думать Как Обустроить Жизнь По Своему Предками Начатому Эволюционному Пути Развития Хорошо Давай Еще От себя Зачитаешь Какой-нибудь Подпункт И потом Еще Вопрос Почитаем Итак Продолжаем Финансы Как часть Домостроительства Повторя Экономика Отечества Они должны На время Переустройства Мировой Экономики Стать Автономными От мировой Финансовой Системы То есть Мы должны Понимать Что Эта Финансовая Система Она В кризисе Мы должны Выстроить Иную Автономную Финансовую Систему И далее Я буду Раскрывать Суть Этой Финансовой Системы Соприкосновения Сэкономиками Других Стран Должно При этом Строиться Только На Двухстороннем Равновесном Торговом Балансе На определенный Срок С обязательным Нулевым Сальдо Товарообменом Это подразумевается Что мы Обмениваемся С любой Страной Мира Товарами Оцениваем И Стараемся Чтобы В определенный Срок Мы Друг Другу Не должны То есть Не применяем Вот Сегодняшние Международные Деньги Которые Как бы Является Передать Передаточным Средином Между Товарами Мы На Паритетных Началах Договариваемся О цене Товаров Разных И Обмениваемся Этими Товарами Друг Другу Не Оставаясь Должны В течении Какого-то Определенного Срока Тогда Нам не нужно Будет Применять Какую-то Международную Валюту Эмиссия Рубли Производится Державным Комитетом Казначействия Который Контролирует Денежный Оборот Посредством Либо Ввода Либо Вывода Незначительной Суммы Денег По отношению К денежной Эмиссии Денежные Купюры В налоговом Периоде Девальвируются И заменяются Новыми В следующем Налоговом Периоде Девальвация Купюры Которая Выпускается Из Специальной Бумаги Номиналом Один Рубль Осуществляется В один Процент Каждые Девять Дней Итого За 360 Дней На 40 Процентов То есть Банкнота Теряет 40 Процентов Своей Номинальной Стоимости К концу Налогового Периода Это Так называемая Гейзерская Система Вот Денег Монеты И сплава Металлов В номинале Менее Рубля Не Девальвируются Монеты Рублевые И большего Номинала Не выпускаются На рынке Купюра В один Ру Принимается В соответствии Ее Номинала За минусом Предварительно Объявленным Казначейством Девальвации Любые Внутри Державы Платежи Будут Признаваться Законами Только в Рублях Вывоз Рублей Монет За рубеж Карается Как Измена Коренным Родам Руси Регулирование Внутренних Цен Товаров И услуг Осуществляется Используя Уравнение Уравнивания Наличной И безналичной Общей суммы Купюр И скорости Их обращения По отношению К общей сумме Товаров И услуг На рынке Ну то есть Предлагается Такая схема Которая позволяет Ограничить Функцию денег Как Накопление Люди В такой Системе Когда они знают Что Получив Деньги Они постоянно Еженедельно Еженедельно Девальюруются Деньги 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 Выпускаются Допустим На налоговый Период На год Затем Они Собираются Казначейством Как Масса И В конце Года Заменяются Новым Выпуском Денег Из расчета Общего количества Выпускаемых Товаров И услуг Плюс Зная Как он Оборачивается Сколько раз Оборачивается Достаточно В домостроительстве В экономике Количество денег Для Всего Оборота Товаров И услуг Их всегда Достаточно Их Они всегда В наличии И выполняют Только Функции Значит Как Средства Между Товарами И услугами Теми Кто Производит И теми Кто Потребляет Зарубежный Орендатор Природных Ресурсов В статусе Субъекта Домостроительства Или Субъекта Домохозяйства Как и Квоты Зарубежных Специалистов На Отечественном Рынке Труда Возможны Только В результате Положительного Решения По данному Вопросу Для региона Созываемой Структурой Представительской Власти Региона То есть Все Вот эти Вопросы Иммигрантов Которые Сейчас У нас Мусируются И действительно Создают Огромные Трудности Рукотворные В общем Трудности Для Соотечественников Они будут Решаться Региональной Представительской Власти То есть Сами люди Определят Нужно Им Какие-то Представители Какие-то Специалисты Зарубежные Кого Нужно Запускать Зачем Это Все Решается Самими Лучшими Представителями Региона А не Какой-то Структурой Власти Из центра Которая Им дает Определенные Квоты Обязанности Принимать Вопросы По развитию Производства Товаров И услуг Людского Благосостояния Решается В региональном Комитете Домостроительства И благосостояния По принципу Одного Окна Ну в общем-то Такие структуры Уже сейчас Созданы Повсюду Где люди Приходят И решают Все Необходимые Сейчас Много Бюрократических Всяких Вопросов По Решению Там Хозяйственных Или Значит Там Купли Продажи И прочее Сейчас Эти Я имею ввиду Структуры Которые Как одно Окно Работают Я предлагаю Что Такой Будет Комитет Который Будет Решать Все Вопросы И что Именно И экономические Социальные Придя В такой Комитет Субъекты Домостроительства Домохозяйства В заявительном Добровольном Порядке О своей Деятельности В налоговом Периоде Решают Все Свои Вопросы В частности Получение Беспроцентных Либо Льготных Суд Для Производства И воспроизводства Налогообложения С неизменяемым На налоговый Перед Коммерческим Налогом Налога Аренда Природных Ресурсов Если Они Собираются Пользоваться Всех Видов Страхования Защиты Прав Субъекта Домостроительства Домохозяйства В том числе Наемных Отечественных Зарубежных Специалистов Служащих Всех Уровней Власти Иных Лиц Державного Права В том числе Иностранцев Пожелавших Стать Субъектами Домохозяйства В чем Заключается Обязательный На стадии Начального Персонального Налогового Перед Договор Между этим Комитетом И субъектом Домостроительства Или Домохозяйства При заключении Такого Договора Возможно Гарантирование Вот этим Региональным Комитетом Закупок Товаров Или Услуг У этого Субъекта Домостроительства И Воссудирование По программе Развития Производства Воспроизводства При этом Средства Производства И потребления Представляются Не денежными Допустим Средствами А готовыми Изделиями Производителей Субъекта Домостроительства Домохозяйств С целью равномерного Поступления Налогов и расходов В течение налогового Периода Региональные Бюджеты Беспроцентно Потребительское Судо С рассрочкой Платежа Предоставляется Всем людинам По Регламентам Региона А льготное Потребительское Судо Которое Может быть Минусовое Дали Десять тысяч Возвращает Только восемь Предоставляется Только для Традиционных Семьи В том числе Наиболее Приоритетное Льготное Судо Многодетным Молодым Традиционным Семьям Наркозависимое С поражением В правах Как и Коллективные Субъекты Домостроительства И домохозяйства Имеющие Ранее Нарушение Правовых Регламентов Теряют Право На Все виды Суд Как для Развития Производства Так и Потребительские Все Проступки Уклоняющихся Людин От своего Добровольного Труда Как субъекта Автомостроительства Или домохозяйства Нарушающая Свои добровольные Обязательства По своим Договорам С комитетами Исполнительной Власти Нарушители Срока Внесения Налога Платежей По погашению Будут Будут Подвержены Правовой Оценке С дальнейшей Регламентируемым Наказанием Нарушителя Обязательном Привлечении Его К принудительному Отводу Вот Предлагается В общем Такая Схема Где Люди Во-первых Должны В заявительной Порядке Заявить О своем Самостоятельно На выбранном Виде Деятельности Труде Чем Они Будут Заниматься Могут Заявить О своем Желании Получить Суду Исходя Из их Значит Вот Статуса Традиционная Семья Молодая Многодетная Они Могут Получить И Льготные Суды Все Это Зависит От Регламента Региона Который Устанавливали Для всех Единые Возможности Получения Этих Суд Как Субъекты Домостроительства То есть Экономики Они Могут Получить Суды На Развитие Производства То есть Обосновав И В этом Им Должны Помочь Специалисты Свои Проекты По Развитию Они Должны Получить На Это Всю Необходимую Финансовую Помощь В виде Суды Именно Не Кредита А Суда То есть Без Судного Процента Все это Получается Вот Где В этих Договорах Также Все Описано Что Они Получают Какие Сроки Когда Они Должны Погасить Суды Когда Они Должны Выплатить Налоги Налоги Все Согласно Этого Договора Который Люди Добровольно Заключают Они Осуществляют Период Вот Этого Налогового Периода Свою Деятельность Если Все Срока Выполняется Все Замечательно У них Имеется Положительный Опыт Если Есть Какие-то Разночтения Можно Снова Заявить О том Что Есть Обстоятельства Которые Нужно Учитывать Это Будет Учтено Если Люди Не Способны Свои Обязательства Исполнить По Своей Значит И Со Своих Таких Особенностей Которые Зависит От Них Лично Значит Они Несут Ответственность В Правовом Порядке За Свою Значит Вот Такую Несостоятельность То есть Те люди Созидатели Получают Возможность Развиваться Те люди Которые Не способны К созидательному Труду И Уклоняются От этого Труда Получат Соответственную Оценку Таком Обустройстве Жизни Ну вот Можно прерваться Может быть На вопрос Ответь Хорошо У нас Подходит Музыкальная Пауза Вот И Я думаю Что после Музыкальной Паузы Мы Продолжим И вопросы Зачитывать И что-то Зачитывать Но надо Обратить Внимание На то Что у нас Последние Три Смута Осталось До завершения Передачи Так что Надо как-то Это учесть Нашим радиослушателям Я предлагаю В чате Когда они Зают вопросы Вот так Они слушают тебя И что-то пишут А вот это Откуда мы возьмем Вот это Друзья мои Вы эти вопросы Не в чате задавайте Вы задавайте Вопросы Тому Кто говорит Что в чате Задавать Если хотите Узнать ответ Так и задавайте Вопрос Именно тому Кто говорит Итак Музыкальная пауза И после нее Разбираем В последние Тридцати минутки Вопросы И что-то еще Из того Что было подготовлено К передаче Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 4 мая 2016 года Среда 23 день Месяца Посева Наречения 7524 Лета Седмица Мы говорим Обсуждаем Тему Грядущая власть В Отечестве Главный Соведущий Костычев Сергей Анатольевич Вот Рассказывает Своё видение Делится с людьми В чате Идёт Буйное обсуждение Но иногда Переходит В такое Пародию Обезьянничества И причём Самое поразительное Меня удивляет Что те люди Которые Кричат За Некое Спасение Руси Набрасываются На своих же Сотоварищей Таких же Как они говорят Русских людей На русичей На своих Единокровных Братьев и сестёр И как будто Взверинцы себя Ведут Честное слово При этом Обещают Какую-то Вечную Благодать Говорят О каком-то Братстве Друзья мои Вы определитесь Вы вообще Среди людей Находитесь Вы хотите Помочь Своим Собратьям Разобраться Или Или Хотите Всех Унизить Принизить Свою самость Доказать Размахивайте Какими-то бумажками Что-то там Выдаёте И при этом Все дебилы Все козлы Подумайте Просто Кто за вами Пойдёт Если вы Даже Самые благие Цели Имеете Но при этом Всех Оскорбляете При этом Опускайтесь До уровня Зверинцев Ну место вам В зоопарке Тогда Ну идите Среди Других Там не знаю Своих Близких По родству Размахивайте Там своими Документами Какими-то Или что-то Ещё Там гитируйте Может быть Там вас Послушают Но невозможно Если вы пришли К своим друзьям Которые Может быть Спят Не понимают Невозможно Их дебилами Обзывать Для того Чтобы за собой Позвать Но всё же Очень просто Элементарно Если вы Находитесь Уровня животного То кто за вами Из людей Пойдёт Итак Продолжаем Тему разбирать Вопросики Поздаём Нет Я предлагаю Закончить А то мы Вдруг У нас Не успеем Хорошо Принимаю Хорошо Принимаю Давай И ведущему Ещё раз Напоминаю Не надо Так обращаться К некоторым Людям Они Ну Не могут Воспринять То что ты Им сейчас Сказал Эти люди Вот определённого Типа Они Ну Не способны Осознать Вот Те благостные Пожелания Которые ты К ним Отправляешь Это Я понимаю Я это говорю Знаешь для кого Для тех людей Которые ещё Хоть чуть-чуть Способны На грани Находиться Или к ним Сброситься Упасть В обрыв В обезьянник Попасть Или остаться Всё-таки Задержаться За уровень Человеческий И подтянуться Чуть наверх Вот я к ним Обращаюсь Понятно Что с теми Кто там уже Внизу барахтается Это всё Бесполезно Но я надеюсь Что есть те Которые ещё И туда И сюда И смотрят Куда обратить Свою взгляд На вот эти Прыгания Скакания По пальмам Или всё-таки К человеку Перейти И поэтому Я обращаюсь К тем Кто всё-таки Ближе к человеку Вот не берите себе Пример Почему Потому что В нашем чате Вот за такое поведение Сразу убираются Из чата Такие существа Но недопустимо Обезьянничать Понимаете Недопустимо Вот и всё Ну давай Продолжаем Итак В державе Напрямую Действуют Два вида Налоговложения Это прямые налоги Первый Это коммерческий налог Субъекта Домостроительства Он индивидуальный Единовременный Либо долевой На один налоговый период Который предусматривает Прогрессивную шкалу налога Сразу привожу пример Чтобы стало Ясно Допустим Специалист Врач Получает Доход Годовой 500 тысяч Рублей Предприниматель Имеющий Крупное Производство Получает Доход 100 миллионов Специалист Врач Платит 10% От Своих Доходов То есть 50 тысяч И у него остается Чистый Доход 450 тысяч Предприниматель Имеющий 100 миллионов Платит 99 миллионов К примеру И у него остается Доход Доход В миллион Разница Чуть больше Два раза Вот примерно По такой шкале Должна И быть Прогрессивная шкала И сориентирована Ну возможно Шкала Немножко Увеличивает У меня есть Предложение 5-6 Максимально Должна быть Различная То есть Опять же Способность Накопления У людей Срезается Люди знают Что они работают Не только на себя На своего Благосостояния Но и На Своё Отечество Если их устраивает Вот такой труд Организовывать Производство Где можно Получить Огромные Доходы Пожалуйста Но они Будут знать Что через Прогрессивный Налог Вернее Через Коммерческий Налог С прогрессивной Шкалой Они отдадут Значительную Часть своих Доходов На отечество Второе Налог Аренда Природных Ресурсов Субъектов Домостроительства Домохозяйства Он тоже Индивидуальный Единовременный Либо долевой На один Налоговый Период Ну то есть Вот Человеку Пользуется Какой-то Землей И определяет Налог Тоже Исходя из Регламента Этого региона И он должен Его заплатить Или Один раз В год Или Разделенный В определенный Срок Один Косвенный Налог На всех Налог Эмиссий И девальвации Получаемый Державный Комитет Позначейства То есть Вся Вот эта Масса Всей Выпускаемой Вся денежная Масса Рублей 40% Практически Вот эта Девальвация Державный Комитет Получает Это Огромный Значит Доход Который Идет На все Отечество И распределяется На Вот Державные Нужды Субъект Домостроительства И домохозяйства Самостоятельны В своей Хозяйственной Деятельности Им Не нужно Отчитываться За налоговый Период Они Лишь Обязаны Заплатить Установленный Коммерческий Налог Оренды Природных Ресурсов Поговоренный Срок При этом Возможно Его Обосновано Изменением То есть Они приходят В комитет Заявляют Что Обстоятельства Изменились И у них Доказательно Вот Они должны Поменять Потому что Доходы Не будут Такие Которые Не планировались Тут Им же Изменяют И налог С этих Доходов Нарушители Правовых Регламентов По решению Судов Родовласти Изолируются Во временные Или пожизненные Поселения С поражением В правах Державная Личная Безопасность Гарантируется Всеми Структурами Державной Власти Любое Нарушение Улечет Персональную Ответственность Власть И компенсации Пострадавшей Стране Согласно Правовым Регламентам В поселениях Временного Пожизненного Проживания Осужденных Содержатся Не более Сотни Людей Которым Предоставлена Возможность Самоорганизоваться И жить На самоиспечении Порядок Них Обеспечит Военнослужащие Окружных Комитетов Обороны Функции По обеспечению Рынка Средствами Товарообмена Иссудирование Налогов Обложение Статистики Страхование Защиты Прав Потребителей Наемных Специалистов Служащих Лицкого Благосостояния Выполняет Региональные Комитеты Домостоятельства Властей То есть Как бы Единая Структура Исполнительной Власти Отвечает За все Необходимые Функции Которые Перечислены И может Не перечислены И не нужно Создавать Каких-то Отдельных Контор Которых Нужно Проверять Перепроверять Все сосредоточено В одном Комитете Региональном Который Имеет Своего Начальника Есть Глава Исполнительной Власти Региона Который Ответственной Перед Представительской Власти Лучших Людей Этого Региона И все Четко Все Понятно Кто за что Отвечает Кто за что Спрашивает Дополнительных Каких-то Структур Не нужно Здесь Включен Механизм Который Саморегулирует Все Эти Действия Если Система Выходит Из Какого-то Нормальной Работы Механизм Включается И Тут же Происходит Восстановление На уровне Исполнительной Или представительской Власти Нормальной Работы Вводится Новая система Обеспечения Благосостояния Любого возраста Исходя из принципа Справедливости И возможности Региона Его осуществлять Как в этом Комитете Благосостояния Регионального Всем Людинам С момента Рождения Либо регистрации В статусе Субъекта Домохозяйства На основании Договора С этим Субъектом Домохозяйства Существляется Денежная Иная Необходимая Помощь То есть Нету Пособий По детству Пенсии Единая Помощь Которая Прописана В этом Регионе Регламентирована И с момента Рождения Все Люди Этого Региона Получают Определенную Денежную Помощь На Жизнь При этом Уже Сказано О том Что Обязательно Существует Труд Трудовая Деятельность С момента Дееспособности Людей То есть Хотя Люди Могут Может быть Существовать На эту Денежную Помощь Но Если Они Не будут Дееспособны В состоянии Осуществлять Свою Необходимую Труд По Самообразованию Детском Детском Допустим Возрасте Труд Созидательный Для Семьи Или Для Общества В целом То Естественно Они Могут Быть Лишены И Денежной Вот этой Помощи Как Людям С момента Рождения Все это В зависимости От их Понимания И Нравственности Соблюдения Определенного Порядка Державия Тебе Общество Помогает Но и ты Должен Восстановить Общество Необходимую Значит Нужную Помощь Лично От себя Или учиться Или работать В Дееспособном Состоянии С момента Рождения Соотечественник Обязательно Получает Персональный Статус Вольной Людины И Денежного Выгодоприобретения Путем Получения Пожизненного Дохода Который Определяется В виде Денежной Суммы С налога Аренды Природных Ресурсов Данный Доход В регламентированный Срок Выплачивается Получат Я еще раз Повторяю В регламенте Региона Сказано Какая сумма Выплачивается Каждому Сотечественнику В этом Регионе В какой-то Срок Державные Обслуживающие Организации Культуры Знания Образования В нашем Понимании Здоровье Родолюбие Культурное Регистрируются Как субъекты Домостроительства Финансируются Попечителями При необходимости Дополнительно Финансируются Из региональных Бюджетов Они Самостоятельные В своей Деятельности В рамках Соключенных Договоров С Региональным Комитетом Домостроительства Благосостояния Точно так же И общественные Религиозные Иные Организации Регистрируются Как субъекты Домостроительства Финансируются Своими Попечителями И самостоятельно В своей Деятельности В рамках Своих Уставов Уже Из Региональных Бюджетов Они Не финансируются Все эти Религиозные И иные Организации Которые Имеют Своих Попечителями Предприятия Научно-оборонного Комплекса Войско-обороны МЧС Правопорядка Судов Регистрируются Как субъекты Домостроительства Финансируются Из региональных Или окружных Бюджетов Либо Центрального Бюджета Державы Они осуществляют Свою деятельность По разработанным Программам Регионов Округов Или Державного Комитета Обороны Все Структурные Подразделения Домостроительства И родовласти Это Живая ткань Державы Русь Все здоровое Лучшее Будет в ней Развиваться Отжившее Отмирают Вот мое Тезисное Представление О грядущей Державе О ее Родовласти Структурах Родовласти И о структурах Экономических Которых Я называю Домостроительством Теперь можно Отвечать на Хорошо Хорошо Вот Сергей Анатольевич Сказано очень много Очень хорошо И замечательно У меня такой вопрос Иногда На слух Трудновато Воспринимать Скажи пожалуйста А где можно Ознакомиться Не только с тезисами Но и с самой Программой Чтобы те люди Которые Прослушивают эфир Неважно В онлайн Это режим Живой эфир Или в записи Чтобы они могли Например Войти на какой-то сайт И ознакомиться Чтобы могли Не просто на слух А вот еще и Почитать Ну Опять же Через Вот Славянское Радио Через тебя Давай Поговорим Я перешлю тебе Эти материалы И ты можешь И мы их разместим Да Разместите Чтобы люди Могли зайти И посмотреть Ну давай так Попробуем У меня сайтов Нету никаких Я понял Чтобы иллюстрация Была хотя бы Потому что Вот я заметил Люди Настолько увлеклись В какой-то Определенный момент Здесь появились Такие заводилы Очень интересные Люди И они Много вбросили информации И было какое-то Отвлечение Когда человек Отвлекается От звукового ряда Переводит На чтение Свой взор То и мозги То в этом случае Уходят некоторые мысли И потом Начали теряться Я так это почувствовал Поэтому наверное Вот нам следует Да Текстовый формат Выложить Может быть не весь А вот тоже так Приблизительно С расшифровочками Чуть пошире Нежели чем в эфире Это было Чтобы это как-то На страницу уложилось У нас А не заняло Весь вообще наш сайт Но Что хотя бы Могли ознакомиться Итак Переходим К вопросам Дальше продолжаем Вопросы Фират Сергея В Госдуме Уже дважды Откладывался Законопроект Выплатить природной Ренты С использованием И продажи Природных ресурсов Как русские Как русские рода И на все это смотрят И что думают Предпринять Вот мы как раз Об этом и говорим Что мы смотрим На это Что сегодняшняя власть Это Власть Оккупационная Злодеев Которая управляет Приказы Их хозяев Глобальных управителей Сегодняшней Планеты В том числе Финансовые Финансов Которые управляют Вот они Естественно Блокируют Все эти возможности Перераспределения Природных Доходов От природных Ресурсов Нужно Обустроить Предыдущие Державы Так Чтобы Доходы Эти От природных Ресурсов Были Перераспределены Как Общая Ценность Не только Сегодняшних Поколений Но и Значит Поколений И прошлых Которые Много Сделали Чтобы мы Их Смогли Значит Использовать И будущих Поколений Мы должны И на них Рассчитывать И исходя Из этого Что Есть еще Самое Главное Право Самой Природы Мы должны Так Их Использовать Чтобы Она могла Их Воспроизводить Снова Они Должны У нее Забирать Полностью И даже Усугублять Природу В этом Плане Ухудшать Все Природные Сферы Ухудшая Жизнь И животного И растительного Мира Мы Всегда Должны Учитывать И Выстраивать Так Жизнь Обустраивать Свою Чтобы Не вредить Природе Чтобы Она Себя Восстанавливала А мы Брали Только Необходимое Для Того Чтобы Перераспределить И помочь Каждому Жить Обустраивать Ну и Знать Что Мы должны И трудиться А не Жить Только На Ориенту От Природных Ресурсов Тебя Прозвучало Некое Такое Фи В сторону Властей Вот Не превращаешься Ли ты В очередного Такого Ругателя Который Некое Какое-то Известное Лицо Ругает Вот он Такой Секой Или В данном Случше Ты говоришь Не конкретно Про Какого-то Человека Или Не конкретно Про Какую-то Министерскую Структуру Про что? Про Ту Систему Которая Настроена И Любого Кого-то Вставь Он Превращается Вот В эту Систему Которая Как ты Сказал Оккупационная Да Ну Это Многие Признают Что Власть Оккупационная Она По Своему Функционалу Действует Как Оккупационная И Любой Здравый Человек Попадая В эту Систему Власти Он Становится Функционером Этой Системы Несмотря На Его Какие-то Травственные Качества Поэтому Нам Не Нужно Критиковать Отдельных Личностей Или Даже Групп Людей В этой Системе Нужно Критически Относиться Ко всей Структуре Этой Системы То есть Погрязла Вся Система От Низа От Тех Депутатов На Уровне Поселений И Исполнительная Власть Поселений До Самого Верха До Структуры Государственной Власти В лице Парламента Администрации Президента То есть Вся Структура Погрязла И Ее Нужно Как Систему И убирать Заменяя Альтернативной Системой Которая Будет Работать В Автономном Режиме То Ее Не Нужно Постоянно Корректировать Она Должна Работать Как Хороший Механизм Самонастройкой На Долгий Перивод То есть Мы Должны Так Сделать Чтобы Представить Лучшие Представители Родов Всех Коренных Родов Они Контролировали Этот Процесс Их Количество Этих Людей Лучших Представителей Становилось Все Больше Мы Должны Введить У них Как Свою Элиту Не Элиту Которая Наверху А Элиту Вот Снизу До Самого Верха Лучших Мы Должны На Них Ориентироваться Они Должны Быть Нашими Лидерами Авторитетами Тогда Вот Эта Масса Людей Масса Тех Которых Я Называю Субъекты Родовластия И Будут Нравственно Всех Подтягивать И Увеличивать Количество Людей Лучших То есть Туда Будут Люди Стремиться Стать Субъектом Родовластия Потому Что Мы Должны Определять Вот Эти Понятия Категории Субъекта Родовластия Что Там Наиболее Высоко Нравственные Знающие Люди Должны Определять Всю эту Структуру И Ее Постоянно Корректировать Сами Уточнение Пришло От Сергея Он Сказал Что Вопрос Был Не так Поставлен Что Делать Будете Ребята Вот В чем Заключался Вопрос Об Об этом Мы Говорили Что Вот Мы Должны Сейчас Во-первых Работать На Тот Державный Проект Грядущего Который Мы Должны Четко Видеть Как Китиш Вот У нас Есть Понятие Я думаю Вы Одно Из тем Говорили О Таком Справедливости О Такой Справедливом Обустройстве Жизни Города Китежа Где Люди Живут Благости Не В богатстве А В достатке Справедливости Справедливых Отношений Справедливым Отношением К Природе Вот Этот проект Обустройства Не то Что я Сейчас Озвучил А Коллективно Осмысленный И коллективно Информационный Передан В информационное Поле Чтобы он Завоевал В наших Коренных Родах Ту Популярность Что Это Нужно Нам Сделать В Грядущем И Тут же Мы должны И осмысливать Пути Как Мы к этому Должны Прийти Какими Способами Воздействовать На сегодняшнюю Струтуру Власти Чтобы Она Без Каких-то Катаклизмов Опроснувшись Однажды Увидит Под своими Окнами Изменившуюся Ситуацию Быстро Ушла Освободив Свои кабинеты Под Другую Структуру Которая Войдет Вот В нашу Державу И Будет Обустраивать Нашу Жизнь Ну Это Как Такой Образ На самом Деле Эти Процессы Могут Быть Различные Вариантов Много Сейчас Кто Слышал Различные Выступления Следит В интернете Подвидит Эти Обсуждения Прошел Недавно В Санкт-Петербурге Национальный Фронт Русский Национальный Фронт Собрался Там Было Обсуждение Торгово-промысленная Палата Провела Совещание Везде Говорится О том Что Нужно Менять Концепцию Менять Структуру В Отечестве И все Понимают Что Эта Проблема Назрела Поэтому Я думаю Совместными Усилиями Разума Лучших Представителей Мы Решим Эту Проблему Каким Способом Все Это Будет Сделано Но Нужно Иметь Идею То есть Не идти По пути Бессмысленного Бунта Со Сменой Власти И Приходом К власти Тех Тех Кто Свои Вот И Обманули Обманули Принадлежат Крестьяна Заводы Не Принадлежат Рабочим А Народ Народы Рода Отечества Не получили Мира А Прошел Скрытый Геноцид На котором Мы потеряли Сотни Миллионов Людей Неродившихся И Были Отброшены Вот Сегодняшний День Где Вот Я еще раз Повторяю Энтузиазм Был Проявлен Родами В надежде Что Грядущее Поколение Будет жить Лучше Чем Они Но На самом Деле Нас В 90-х Годах Совсем Обманули Обокрали Разрушив То Что Создавали Наши Предыдущие Поколения Это Весь Промысленный Потенциал Всю Социальную Сферу И нам Снова Придется Все Восстанавливать Все Обустраивать Но Уже Нужно Это Делать Осознанно С Осознанно Идеей Всеми Что Больше Нас Обмануть Будет Невозможно Надо Понимать Что У нас Уже Время Три Часа Эфира Вышло Но Вопросы Есть Что Будем Делать Будем Добивать Вопросы Или Как Или Будем Прощаться Если Есть Возможность Добивать Давай Еще Минут 15 Только Давай Тогда Уже Отвечаешь Намного Быстрее Как в Блиц Опросе Хорошо Итак Вопрос От Владимир Размутич Сергей Я считаю Что У нас Осталось Примерно 50 лет До Прихода Кибернетической Системы Власти После Чего Вы Уже Сможете Построить Практически Любую Свою Систему Власти Своей Дельной Реальности А как Вы считаете Сколько У нас Осталось Времени До Пришествия Власти Машин Такая Матрица У нас Нарисовалась Я думаю Что Она Уже Пришла Это Матрица Машин И Времени Нет Совершенно И Каждому Здравомыслящему Человеку Необходимо Вот О чем Мы Сейчас Говорим О Грядущей Идеи Обустройство Нашей Державы Думать И Эта Идея Не Только Нашего Рода Но И Всех Коренных Родов Земли Потому Что Они Смотрят На Нашу Державу На Наши Рода Коренные Как На Спасительных Посланцев Которые Могут Изменить Вот Ту Парадигму Катастрофическую Апокалипсиса Который Ведут Вот эти Злодеи Глобальные Все Человечество Понятно Вот Знаешь Когда ты Сейчас Встречал На этот Вопрос Про машины Мне в голову Пришло Что Вот Ты Приводил Примеры Семнадцатого Года И другие Вот Тогда К власти Пришли В большинстве Своем Пришли Шариковы То есть Некие Человекообразные Существа С менталитетом Дворняги И И Вот Когда Я читаю Некоторые Чаты И В нашем Чате Иногда Это Проскакивает Появляются Некоторые Товарищи Вот Я Четко Вижу Менталитет Таких Шариковых То есть Кто не с нами Тут против нас Вы все Козлы Вы все Матерными Дальше Словами И так далее И понеслась Если не с нами То Во всех Перестреляем Вот Одень Кожаную Тужурку Дай Маузер В кармане Пускай Или На портопе И вот Шариков Готов И вот Эти вот Шариковы Пытаются В очередной Раз Создать Светлое Будущее С расстрелами С кровью И так далее А с другой Стороны Если мы Сейчас Что-то Не изменим То В этом Случае Нас Ожидает Эта Кибернетическая Система Которую Писал Владимир Измытич То есть Очередная Матрица Вот Как-то Я не могу Понять А Человеки Где Почему Все время Человеки Остаются В стороне Почему Они Дозволяют То Машинам Собой Управлять Которых Они Сами Создают То Шариком Дают Возможность По сусалам Не настучать Вовремя Маузера Нем засунутым В одно место Чтобы они Не лезли С ним Куда Не надо В чем Дело Как ты Думаешь Я думаю Что Ты находишься В той же Михе Я тоже Был В этом Михе Что В 17 Году Пришли Шариковы Немножко Неверное Понимание Потому Что Разные Люди Были Шариковы То есть Вот Такие Сумозброды Невежественные Которые Готовы Ради Были Идеи Уничтожать Всех И вся Вот Слепо Но Были И Здравые Люди Которые Поверили Что Можно Создать Социальный Вот Такой Мир В Отечестве И По совести Старались Это Сделать Вот И В основном Люди Конечно Ориентировались Вот На этих Людей Энтузиастов И сами Проявляли Этот Энтузиазм Который Позволял И Строить Вот Этот Огромный Промышленный Потенциал Победить В Великой Отечественной Войне И так Далее Но Потом В начале 60-х Этот Энтузиазм Закончился Потому что Люди Поняли Что Идет Расслоение Общества Нету Социальной Справедливости И сегодня Мы Находимся В таком Положении Когда Люди Еще раз Убедились Вот В негативном Обустройстве Поэтому Вот Такие Еще раз Повторяюсь Шарики Шариковые Невежественные Люди Они Снова На виду Они Снова Активно Себя Проявляют Люди Которые Стараются Осмыслить И Созидательно Относиться Ко всем Вопросам В том числе Об устройство Жизни Ну Это Если Этим не Заниматься Мы будем Вот Попадем И находимся В этой парадигме Западной Цивилизации Которая Ведет Человечество К погибели Они Всегда Затеняются И Противостоят Вот Невежественные Люди Поэтому Выхода Нету Всегда Герои Борются С С Той Отрицательной Частью Своего Сообщества Людского И в этом Нету Никаких Значит Противоречий Это Природное Природный Механизм Эволюционный Просто Надо Понимать И С этим Вставать Каждый день И что-то Делать Что-то Созидать Чем Я думаю И вот Здравомыслящие Люди И на Славянском Радио Этим Занимаются Поэтому Не надо Обращать На них Внимание Их Воспитывать Нужно Консолидироваться Со Здравомыслящими Людьми И Продвигать И Тогда За нами Пойдет Ведомая Часть Большинство Пойдет Они Всегда Ориентируются На Наиболее Активных Поэтому Наша Задача Сейчас В этом Трудном Положении В Отечестве И во Всем мире Проявить Активность Не бояться Потому Потому что Боязнь Это Опять же Гибель Всех И себя И своих Родных И Отечества И всего Человечества И природы Ради Этого Стоит Жить И Не жалеть Своих Жизней Я когда Говорил Про Шариковых Естественно Что они Не создавали То что Мне там Приписал Что у меня Такое Представление Нет Я знаю Что там Другое Все было Просто На этих Шариковых Строилось Все Вот это Вот На этих Энтузиастах Скажем так Все и строилось Ну ладно Давай дальше Так Этот вопрос Уже обсудили Про РРР Был задан вопрос Думаю Второй раз Нет смысла повторять Времени Нет Вопрос к ведущему От Дмитрия Какое вы имеете Отношение К Русской Республике Русь В составе РФ Российской Федерации Это ко мне? Да К тебе Потому что Я первый вопрос Про другое Убрал А этого вопроса Еще не было Я никакого отношения Не имею Никогда туда не входил Просто заходил На эти сайты Смотрел Их выступления В интернете Ну и понял Что это Люди Несамокритичные Что они Неправильные Выбрали Позиционирование К тому Что они провозглашают Это неверный путь Он Мы уже обсуждали Он В рамках Вот этой Афициоза Поэтому К нему Не может быть Доверие Хорошо Вопрос Очень длинный Не буду Весело читать Времени От Виталия Чем Плохая статья 19 Всеобщей декларации Прав человека Где каждый Человек Имеет прав На свободу Учреждений На свободное Выражение Тех или Мыслей Беспрепятственно Придерживается Своих убеждений Ну и так далее Чем это плохо Это плохо Тем Если Вот Слушатель Задал этот вопрос Что вся Декларация В том числе И Те статьи Которые Говорят О Ограничении Прав Прав человека Они Говорят Ограничении Прав Только В случае Соблюдения Прав Других Людей Они Совершенно Игнорируют Что Права Человека Должны Быть Ограничены Из-за Соблюдения Права Природы На Своё Существование На Развитие Людских Сообществ Родов Потому Что Все Научные Данные Говорят Что Люди Развиваются Только Внутри Своего Сообщества У каждого Людского Сообщества У каждого Рода Есть Свой Психотип Генетический Психотип И Он Передаётся Он На 50% Научные Данные Он Значит Формирует Вот Ту жизненную Позицию Ту деятельность Всего Человеческого Человека Поэтому Если Права Развития Эволюции Людского Сообщества Игнорируются А в правах Декларации Прав человека О них Не сказано Ни слова Об этих Правах То Деградирует Деградирует И сам Человек Его Развитие Деградирует Потому что Не учитывает Природных Закономерностей Хорошо Следующий вопрос От Олега Зверхутска Сергей Анатольевич Здравия В данное время Русичи на местах Своего проживания Должны быть готовы К любому развитию Событий В войне Различных провокаций Внутри и извне И так далее У вас Дружная община Или есть Надежный Единомышленник Который Сгенерирует На клич Среагирует На клич Объединение Народа И отказа От системы Как это было В Индии Эффект Ганди Если таковой Ключ будет Готовы ли вы На решительные действия И как вы Лично помогаете Информационным ресурсам Таким как Славянское радио Материально Идейно Или еще как Чтобы они Вещались С большей силой Чтобы в наших Славянских физических Рядах Было больше Люда Так как По моему мнению Только средства Массовой Славянской информации Могут донести Правдивые сведения До большинства людей И помочь им Самим На базе своих Сведений Сделать правильный выбор В нужный момент Благодарю Вопрос был От Олега Из Иркутска Напоминаю Очень обширный Вопрос Значит Считаю Своей задачей Вот То что я Стремлюсь Поступать На всех Информационных Ресурсах Материально Поддерживать Ну Я Простой Крестьяна Пенсионер Занимаюсь Своим Хозяйством Вот Особых Доходов Я не имею Ну По минимуму Конечно Могу Чем-то Способствовать Если Минимальные Мои Какие-то Суммы Кому-то Помогут Ну Естественно Если Массовая То это Будет Помощь Я не против Помощи Каких-то Общин Я вокруг Себя Не создаю Считаю Что вот Моя задача В информационном Поле Я все Это Ни у кого Не списал Я это Все Осмыслил Сам Поэтому Призываю К Такому же Действию И каждого И молодого И здравого И зрелого Родовича Такой Деятельности Потому что Пришло время Всем выходить В это Информационное Поле И Здесь Отстаивать Не свои Идеи А идеи Общие Своего рода В этом И главная Наша сейчас Обязанность И помощь Друг другу В этом Главная задача Ну А попутно Конечно Надо Структурироваться По местности Там еще Каким-то Образом Вот Поэтому Вот так Хорошо Вопрос от Елены Всем известно Что государство Начинается с семьи Что надо сделать Чтобы русская семья В современных условиях Могла бы нормальной Качественно создаваться Как укрепить семью И вообще Все С этим Связанное Хороший вопрос Я говорю Что Вот в проекте Я это продумывал Что традиционная семья Она должна быть Вычленена Как Ячейка Необходимая Для Развития Каждого рода Она должна Исходя из этого Получать Достаточную Материальную Помощь Особенно Те Семьи Традиционные Кто Многодетные То есть Это как раз И продумано В той Схеме Где Каждый Родившийся Ребенок Семья Будет Приносить Только Дополнительное Еще Финансирование От общества Как поощрение Вот Необходимости Развития И семьи И Значит Увеличение Рода Хорошо Джаре Доброе Протестание Радио Славянский Мир Уважаемый Сергей Анатольевич Бытует Мнение О материальном Нет О матричном Управлении На нашей планете По сути Управление Идет снизов А не сверхов Хоть и по телеку Нам твердят Обратное Тем самым Та матрица Которая Затягивает Большое число Умов Людей Свои ряды И осуществляет Наяву Вопрос такой Вы много Говорите О так называемой Черной О ее опасности И силе Вы сами Того неведом Напитываете Их силу Заставляя Людей На подсознании Думать о ней Решать задачи Ликвидации Напитываете Матрицу Глобализаторов Ту матрицу Которая им нужна Не ложный Ли это путь Может быть Просто выкинуть Их Из головы Не бороться С ней То есть С этой черной Элитой По ее правилам А заняться Решением Своих задач Напитывать Свою матрицу Ведущую Русский мир К процветанию Мое мнение Черной элиты Конечно она существует Обладает Какими-то знаниями И финансами Но имеет Но не имеет Той силы Которую Ей все Пытаются присвоить То есть Есть ее Матрица Пока слаба То есть Ее матрица Пока слаба Но все больше Нагнетания Вокруг нее Вымыслов О ее силе Мощи Как раз И приводит К ее Эгроинформационной Матричной Подпитке Считаю Что неправильное Видение Проблемы Потому что Видеть Ворога Нужно Это не значит Что Его Мы Если видим Подпитываем Если мы Все усилия Направляем На Свои мысли На Действия На Борьбу Тогда мы Подпитываем Если же Мы Ставим Главной Целью Я Это Несколько Раз Подчеркивал Ту Идею Об Устройство Жизни Которую Мы Сегодня Говорили Выстраивая Понимание Здравомыслящих Людей Как Это Должно Быть Устроено То Мы Все Своё Мыслетворчество Направляем Не на Борьбу А на Создание Альтернативной Идеи Обустройство Ержавы И планеты Земля Тогда Та Структура Которая Сегодня Есть В управлении И глобальному Отечестве Она Потеряет Поддержку Вот Тех Кто о ней Думает И с ней Борется Она Получит Альтернативную Мыслеформу Которая Завоюет Информационное Поле Коллективное Сознание И соотечественников И землян И тем самым Будет Побеждена То есть Мы Побеждаем Её Не через Борьбу А через Устройство Альтернативной Системы Взамен Её И тем самым Её Побеждаю По поводу Информационной Подпитки Мыслеформами Вот Представьте себе Идёт война Примерно 1941-1945 год 1941-1945 И Наше Руководство Думает О планах Гитлеровской Германии И нацистской Коалиции Против Советского Союза И против Братских Других Стран И вот Что получается Тогда Вот эти все Мысли И разговоры Они Должны были Коалицию Поддерживать Вражескую Советскому Союзу То есть Иногда Мысли Необходимо Запускать Вход Не для того Чтобы Подпитать А для того Чтобы Что-то Осознать Для того Чтобы Принять Какие-то Решения И эти Решения Воплощать Жизнь Наверное Так Поэтому Однозначно Ко всему Вообще В этом мире Относиться Наверное Не стоит Любомир Вопрос В эфир От Андрея Почему До сих пор Не хотят Вести Специальные Пластиковые Карты Только Ими Наркоманы Смогут Покупать Себе Алкоголь Табак И другие Яды И будет Вестись Специальная База С накоплением Акцизов По этому Индивиду На лечение Конкретного Наркомана Благодарю Я не понял Честно говоря Вопрос Может я далек От этой темы Ну Я думал Об этом И первоначально У меня было В проекте Тоже Что в ведущей Державе Будет Применена Вот эта Электронная Значит Эти карточки Электронные Деньги Для Как бы Удобства Но потом Я от этой Идеи Отказался Потому что Посмотрел Что Именно По такому Пути Идет Вот эта Техногенная Западная Цивилизация Пытаясь Заменить Сегодняшнюю Наличность Электронными Деньгами И тем Самым Взять всех Под контроль Когда Одним Нажатием Кнопки Можно Человека Отключить От его Значит Финансовые Заработанных Средств И Лишить Чего-то И контролировать Его Все его Покупки Все его Действия Через эту Систему Поэтому Я считаю Что Пока Вот Существует Сегодняшняя Такая Электронная Система Направленная Против Человека Такие Такие Технические Средства Применять Нельзя Нужно Уйти От Вот Этого Применения Заменив И Я предлагаю Финансовую Систему Обустроить Внутри Державы Не выводя Ее Наружу Чтобы за Нее Никто Не мог Зацепиться Не мог Ее Использовать Против Наших Радовичей Против Людей Понятно Виктор задал вопрос Когда ты про выборы Говорил А выборы Тайные Или Какие Я говорил Не о выборах А о назначении То есть Идет Прямое Обсуждение На Допустим Поместное Селение На примере Селение Селение Собралось И обсуждает Вопрос О Субъектах Радовластия Зачитываются Понятийные Категории По которым Можно Ориентироваться Что Человек Достоин Стать Субъектом Радовластия Люди Это Принимают Все Допустим Участвуют И Эти люди Получают Эти Властные Повломучия Но это не значит Что они Если будут Иметь Значит После этого Нарушения В течение Своей жизни Вот Тех Категорий Понятийных По которым Они определены Они будут Этим Решены Раз и навсегда В моем понимании Поэтому Это как Такое Достоинство Которое Нужно Заслужить И Поддерживать Вот это Эту Категорию Достойного Человека Лучшего Представителя Своего рода Всей своей Жизнью Пока этот Человек Способен Этот Функционал Исполнять И потом Все эти Структуры Структурируются По Непосредственно То есть Вот Собираются Субъекты Родовласти И Вышестоящую Структуру Создают Прямым Непосредственным Назначением В нее Как у нас Было Прикопном Праве Единым Голосованием То есть Единогласием Они Определяют Кто будет В этой Структуре Значит Их Представителями И имеют То же самое Право В любой момент Это свое Решение Изменить То есть Отозвать Недостойного Человека Лишить его Допустим Право Быть субъектом Родовласти Если он Чем-то Себя Запятнал То есть Мы говорим Все-таки О державном Строительстве Там Назначение Управление Именно назначение Да Не выбор Выбор Это все-таки Демократический подход Демократический Как показала практика Далек от нашего Очень далек Здесь уточнение Поступило От любого мира Нет Эта карта Имеется Только для Наркоманов То есть Те которые Употребляют Алкоголь Табак Купить Вот эти все Наркомагические Вещества Ты можешь Только по Этой карте Обычным людям Карты не нужны Чтобы было понятно Кто чем Там Себя Гробит И от кого Чего потом ждать Ну это Можно с этим Согласить Хорошо Согласились Следующий вопрос От Виктора Вопрос в эфир Банкиры это предприниматели Те которые получают Доходы за счет Чужого труда Это предприниматели Или это Кровососы Поточнее пожалуйста Дайте определение В том проекте Который мы Сейчас Сегодня обсуждаем Никаких банкиров Нет Так сказать В наличии Потому что Вот этот Функционал Выполняет Исполнительная власть В лице Державного Казначейства Все Оно выполняет Вот функцию Которую Выполняет Сегодня Вот эта Банковская Система Здесь Казначейство Выполняет Все эти Функции То есть Они определяют Вот эту Денежную Эмиссию Следят за Этим Получают Доходы Перераспределяют Как им Сказать То есть Это Функционал Иной Все суды Выдаются Значит Вот этими Региональными Комитетами Демонстративства Благосостояния Тоже Заменяя Вот эти Функционал Банков Поэтому Банкиров Никаких Нет Хорошо Вопрос эфира Станислава Все хорошо Описано Самоуправление Его Как я понимаю Предложил Также Действующий Президент В виде Земства Где-нибудь Кто-нибудь Воспользовался Этим Предложением Или все-таки Народ Не готов Еще Самоуправляться Дело в том Что Не готовы Прежде всего Власти Это Внедрять Вот Не готовы И люди Это Воспринимать Снизу Когда с ними Разговариваешь Это было И в моей Жизненной Практике Люди Не воспринимают То есть Они Разуверились В возможности Самоуправления Снизу И Только Вот Когда Произойдет Такой Переход И будет Объявлено Сверху Что Структуры Власти Будут Структурированы Именно Вот По таким Принципам Людям Придется Этим Заняться Иначе Они Останутся Без власти И Это Будет Сказано Сказываться На их Жизни Поэтому Вот И сейчас Они Идут На выборы Только Из-за Того Что Понимают Что Без власти Остаться Это Хуже Чем Даже Плохая Власть В их Понимании Поэтому Идут На выборы И Я Также Считаю Что Когда Перед Ними Встанет Вопрос О Создании Вот Той Структуры Которой Мы Говорили Сегодня В проекте И Будет Четко Объявлено Каким Каким Механизмом Это Структурирование Произойдет Это Будет Воспринято Нормально И Люди Начнут Это Осуществлять Это Структурирование Везде И Повсюду И Последний Вопрос В эфир От Станислава Этот проект На какое время Рассчитан На ближайшие Четыре года Десять лет По мнению Соведущего Реально Применить Все это Дело Реально Применить Все это Дело Через Год Два Или Три Я считаю Что Реально Даже Если Допустим Мы Принимаем Коллективно Вот Такую Подобную Идею Структурирования Родовластия И Развития Экономики Это Мы Воспринимаем Коллективно Еще раз Говорю Не Небольшой Группой Достаточного Количества Здравомыслящих Людей Готовых К реализации Этой Идеи Посвятить Свою жизнь Этой Идеи То есть Ее Реализовывать То Тогда Это Реально Хоть Завтра Это Осуществлять Потому Что В общем Экономика И Структура Власти Находится В глубочайшем Кризисе И требует Незамедлительного Изменения Этой Структуры И экономической И административной Понятно Хотя вопросы Продолжают идти Здесь Про Туретические Бунты В России 1858 1860 Года Были Бунты И об этом Можно говорить Отдельно Но я думаю Что время Уже Намного Превзошло Отпущенное Для эфира И нам пора Как-то Закругляться Если у вас Будут Какие-то Предложения По продолжению Этой тематики По рассмотрению Каких-то Под тем Которые были Заявлены То пожалуйста Вы можете Нам написать И мы Организуем Новые эфиры Просто чтобы Уже Как-то Очень Не Растягивать Итак У нас заключение С традиция Когда Говорящий Доносящий Какую-то тему Что-либо Желает Заключения Нашим Радиослушателям Вот у тебя Предоставляется Такая возможность Пожалуйста Я благодарю Всех Радиослушателей Радовичей Коренных родов Нашего Отечества Которые были Сегодня Вместе С нами С ведущим И его благодарю За организацию Этого эфира И хочу пожелать Всем Нам Осмысленно Жить Понимать Не только То, что Важно Решать Личные Семейные Задачи Но важно И Думать О Задачах Коллективных Родовых Нашего Отечества Нужно Осознавать Задачи Пстоящие Перед Всем Человечеством Это Достойно Современного Человека Такая Осмысленная Такая Осмысленная Жизнь Поэтому я Желаю Всем вам Жить Осмысленной Жизнью Жить Ради Своих Ради Человечества Своих родов Своей семьи И себя лично Благодарю Благодарю тебе За участие В эфире За очень Расширенную Расширенную Подачу Материала Видно, что Готовился Очень давно Видно, что Материал Накоплен Видно, что Есть чем Поделиться А о нашем Радиослушании В очередной раз Напоминаю, что Если у вас Появилось желание Продолжить встречи На эту тему Сергею Анатольевичу То пожалуйста Просто пишите Вот хотим Послушать Вот Такой-то вопрос Обсудить Хотим Разобраться С этим И тогда По вашей просьбе Будет организован Новый эфир И все будет Замечательно Хорошо Сегодня у нас 4 мая 2016 года Среда Пока еще По одному Из современных Календарей 23 день Месяца Пассивного Речения 7524 Лета Седмица Мы говорили О грядущей Власти В Отечестве Костучев Сергей Анатольевич Наш Главный Соведущий И вот Я так Наблюдал За происходящим В чате За происходящим Вокруг Что там писалось Какие были мысли И так почувствовал Что Такое ощущение Что пришли люди Адепты Какой-то Или секты Или какого-то Сообщества И вот Что происходит Когда входят Адепты Или сектанты Какое-то Общество Или сообщество Неважно Это реально Оно Или виртуальное Они приходят Не для того Чтобы что-то взять А для того Чтобы что-то Продвинуть Продвинуть себя Или идею Своей секты Вот как Распознать В себе сектанты Согласитесь Что надо Не просто Видеть Какие-то Другие секты И каких-то Людей Которые в секты Входят Потому что Отчасти это опасное Такое Устремление Когда человек Себя в секту Погружает А еще и самому Определиться А не вхожу ли я Сам В какую-либо секту Не являюсь ли я Каким-то Адептом Какого-то Сектантского направления И вот Есть такие Простые способы Задайте себе Простые вопросы Первое Есть Для вас Свой личный авторитет Остальные все Навоз Вот первое Самое Второе Есть своя идея Идея фикс Остальные идеи Хлам Дальше Других не слушать Говорить только свое И четвертое Самое, наверное, важное Всеми возможными способами Опустить других Ниже табуретки Используя В своем Разговоре Все возможные Способы В том числе И те, которые Описаны в известных Книгах С названием Катехизис Понятно, да О чем я имею в виду Дальше Употребляя В разговоре Или в писании Какой-то тюремный Жаргон Такой полушутливый Какие-то там Неподходящие К месту Слова Матерного направления И при этом кричая Ну это же наше Это же наше Это же наши матерные слова Это же русские А вы все не руси здесь Ну друг мой Который так говорит Ну ты сними штаны Сними трусы И иди в обществе И размахивай своим этим прибором Направо и налево И говори Ну это же все естественно Это все нормально Вот если для тебя Это все нормально Ты еще не означаешь Для других нормально Любое слово Требуется употреблять К месту И матерное слово В том числе Тоже употребляется К месту И если понимания нет Где это место И где Это матерное слово Надо употреблять Когда То тогда я могу Только посочувствовать Таким людям К сожалению У нас сейчас Очень часто приходится Такие разговоры Слышать Ну это же наше Это родное Ну давай тогда Сними штаны Наделай кучу Посреди площади Это же все нормально Все это тоже родное Да Дальше Так вот Когда человек Начинает употреблять Подобные приемчики Какой-то тюремный жаргон Подходящий Неподходящий К месту Но очень подходящий К его уровню Понимания мира Такого детсадовского Уровня Примитивному На принципе Коверкание слов Или фамилий Ну как-то так Вот рифмуя Письки-сиськи Вот как-то вот так вот То есть берется Какая-то фамилия Раз Изменили ее Берется какое-то Название Изменили Вот главное Чтобы себя показать Вот эти вот Четыре показателя О которых я говорил Очень четко указывают На то Что если вы Следуете им Вы являетесь Сектантом Задумайтесь Скорее всего Вам надо где-то Как-то Что-то изменить В вашей жизни Вот такое у меня Пожелание К всем Думайте о том Что вы говорите Думайте о том Что вы делаете И самое главное Думайте Что из этого Получается Я понимаю Что шариковым Проще всегда Жить на свете Поймали врага Удушили Пристрелили Взяли Разделили Имущество И дальше Смотрим Кого Поймать Кого Пристрелить Чего имущество Делить Но в конечном итоге Те у кого Что-то есть Заканчиваются А шариков Шариковых Становится Больше И тогда Начинается Грызня Между этими Шариковыми Грызня Бесполезная И беспощадная Как и Русский Бункт Ну что ж Напоминаю Еще раз Что мы Говорили О грядущей Власти В Отечестве Косточев Сергей Анатольевич Был у нас Главный Соведущий С вами Продолжение следует...